Молитесь, Игнатьевич. Истинно блажите тебе, Богородицу, присноблаженную и пренепорощенную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую, истину Серапим. Безысление Бога, Слово Рожише и Сущую, Богородицу Тебя величаемую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресу измертвую, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причасти Твоей Матери, силы честного, житворящего Христа и слепых ангелов, хранителей. Спаси и помилуй нас, ибо Ты благо человека любит Сами. Боже, милостью, будь мне грешному, создав имя, Господи, и помилуй меня. Без чеслава согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня греши, века не кори же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзуста моей недостойно восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешите ли души истины, и же везде Сыне, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Прийди и вселись, овны, и очистины от всяких скверно, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, да смятится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Уставши от сна, припадаемте блаже, и ангельскую песню пьемте сильной. Свят, свят, святоси, Боже, Богородицу, и помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, от отрая сна, воздвиг мне, если Господи, умы, просвети и сердце, и с немой отверзивая же, петь эти святая Троица. Свят, 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 святоси, Боже, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и к его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна воста благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне гирает Твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня ленивый и грешник, погубил меня со беззакониями моими. Но человеколюбцов, если обычный, не чай не лежащий, говозви, гумей, и си. Твоя же утренец и славословец и державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со славесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте Тебе исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему, приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 72-й Псалом Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их, на работе человеческие нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд, одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашию, и говорят, как узнают Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их, так на скорбских путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и неразумел, каскот был я перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моего век. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах Чери Сеоновой. Для чего Божий отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на обед спажите твоей. Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле. Искупил в жезл достояния твоего. Это гору Сеон, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наши. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшейся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое. Совсем восквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка. И нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Да кули, Боже, будет поносить враг. Вечно ли будет хулить противник имя твое? Для чего отклоняешь руку твою и десницу твою? Из среды недра твоего порази их. Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторсил твоей моря. Ты сокрушил голову змеев в воде. Ты сокрушил голову Леофана. Отдал его в пищу людям пустыни эфиопским. Ты иссек источник и поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь. Ты уготовил светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Летую и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа. И люди безумные хулят имя твое. Не предай зверям душу горлицы твоей. Собрание убогих твоих не забудь навсегда. Призвенно завет твой. Ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратиться угнетенный посрамленным. Нищий и убогий да восхвалят имя твое. Восстань, Боже. Защити дело твое. Вспомни вседневное поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих. Шум восстающих против тебя непрестанно поднимается. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Из рук уберите все на молитве. Никогда не разрешай этого делать. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и не излечены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаящихся, то верую спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдущих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей Вечной, и да не похитит меня Сатана и не похвалится. Слово, что отторг мне от Твоих руки оградой, ну или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо Ты, Бог мой, очарил Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился с Атами Плечащима. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности взлома демону, подчинить меня в себе преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, я пусть чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани... Ставь нас грешных, уповающих на Тя, спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа нас, опротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца и духовного родителей сродника, благодетели митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Владимира, Засима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнея, Александра Деодора, митрополита Тихона, И весь священнический и иноческий чин, и высшие служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священника, если угодно Тебе, Господи, смири власти и воинства их, наведи страх Твой на них, и умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай на желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Коснись сердца правителей и сохрани их от покушения, от них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана, даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии, где война идет, и мужчина сценить это мирное время. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений. И защити, Господи, наше жилище и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима и Владимира, обрати. Пошли исцеление Людмиле, Василию, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа. Прищи добрые жители с детьми, знающими и любящими уставы твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадрих, Виктору, Сергея, Севастяну, Людмилу, Нину и Алексину, и побуди всех на проповедь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови Надежду, Екатерину, Валентину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну и Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимура, обрати. Дай ему веру твою святую. И Самеру благослови, и содружество ее, дабы признали Тебя единым истинным спасителем Христа Бога нашего. Благослови Александра, Александра, Сергея, Сергея, и с кем познакомились, кому возвестили во всей полноте Слово Твое. Да будет благословен этот день. И возри на угрозы врагов, на злодейства творимые им. И в судный день не помяни их безумия. Примири их с нами, если угодно Тебе. Посети благодетели наших воздаем добром. Елену, Людмилу, Майди, Евгения, Наталью, Юрия, Сульпана, Надежда. Аллилуйя. Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юлию, и благослови Максима. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря. И найди все наше родство. И отростки их. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марью и Татьяну. Слава Тебе, Боже наш. Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктор. Возврати их жилищем их, если угодно Тебе. Слава Тебе, Боже наш. Почти болящих. Дай силы перенести страдания. Не отчаиваться. И пошли мы с селением. Валерия, Лориона, Кирилла, Алексея, Игоря, Людмилу, Валентину, Нину, Надежду, Марию, Александру, Татьяну. И наши сокровища в интернете. И книги здесь их пути. Сохрани. И трудящихся благослови Игоря, Юлию, Дмитрию, Виктору. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея Вячеслава. Всех помогающих проповедей. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божием. Благодарю за тот день, который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Господи, воздай в вечности добром всем трудившихся над возрастанием моей души. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Аллилуйя. Господи, благослови всех помогавших нам путешествия по распространению Слова Твоего. Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу Задежда. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил, защищал от видимых и невидимых бед и опасностей. Прошу Тебя, мой добрый ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ян, Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, жите в бедности. Имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. И быть во всем экономном. И каждому дару жилье Сергею Гавриэлу. Святитель Христов Никола, мероптический чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога на святые пророки Божьи. Илья, 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 Иллисея, и Моисея, и Самуила, Аарон, и Авель, но Иосиф, патриархи. Едрани, Емми, Амос, Наук, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Илёсия, Иаил, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Утрих, Попорок, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас, не готов умеем. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными милее добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога, она, святые ангелы и архангелы, хюрвимы, сиропимы всей небесной силы, престолу Божию и предстоящую. Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, дарует Господь жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем на жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога, она, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский, Юстин, Философ, Космай и Дамиян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога, она, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертания звери антихриста. Молите Бога, она, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, и принц Ирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнильев, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антабольский, Антабольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а заморцы и ретиков разрушь и в ничто преврати и развей, и обрати на путь покаяния, и приди в Церковь Христову. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Кёпа, первомущеница, Патина, Самаринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Терепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискела и Ахела, Андроник и Юния, Киприян и Устина. Годарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохраних от тяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгений, Надежды, Светлана Мария, Людмилы и Анны. И прими, Господи, нашу молитву, возъяне рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвой у всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий, Сына Твоего Единородного, Господи и Бога нашего Иисуса Христа и пролитой им крови. Прими нашу молитву, Господи, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, Владыка. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушайся, да слышит раб Твой. Говори, Господи, Владыка. Аминь! Доброе утро всем! Вот эта игрушка, она привязана к ней. Ты сейчас поймёшь... Аминь! Доброе утро! Оставь здесь! А утром придёшь, завтра возьмёшь. Оставить её. Пусть она придёт. Не привязывайся. Она прям с ума сходит. Мы её оставим сюда, поможем. Она у тебя отдохнёт, Актина. Ты его задавила уже там. Дышать ему не ещё. Я без зимы не буду. Полюбил нож какой-то в монастыре. На стоятью львейна говорит, да дай его другому нож. Ты уже вижу, я привязываю к ней. Всё, Ава Дорофей знал как. А ты всё по-своему. Сказали, ты сразу поделаешь на положитель. Я его положу, он повыше. Никто его не тронет. Завтра придёшь, поиграешь. Больше с тобой не бери. Сейчас, я тебе говорю. Ты даже не испытала. Уже готовая растёт. Что дальше-то будет? Тебе жить дальше. Всё угодно теперь будет делать. Крутись и вертись. Уже привязанных к ним, оторвать нельзя. А ты сразу отдала в пользу. Никакой нету. Тряпаешься, и уши пришили, и ты уже с ума сходишь. Да любым пойдёшь. А потом ничего и нету. Своё Я мешает тебе учить. А ты ничего нового не узнаёшь. На занятиях видишь, там вот так сейчас смотрел, как ты в воскресенье вела, там, субботу вечером. Вертушка. Надо с тобой владеть. Даже виду не подать, что тебе не нравится. Ты сразу сказали, ты сразу давай вот сюда. Всё. Я положил. И сам Астар поди, 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 скажи, что-то привязалось, не знаю зачем. А тут, может, тебя лукавый привязал. Силы ищи, все. Тряпаешься. Это моя самая любимая игрушка. Я тебе говорю, ты не успеваешь обдумываться. Я ж по делу говорю. Нет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 18. Вопрос 3198. Тема «Смерть». Всегда ли нужно непременно выполнять то, что завещают умирающие люди? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конечно, не всегда. Как можно выполнять то, что они говорят, и страдавшись от боли, по огорчению, по незнанию. Иные завещают кремировать их тело. Этого никогда не должно выполнять. Все сказанное умирающими или завещавших что-то еще задолго до смерти, нужно обязательно проверять по слову Божию, во свете Библии рассматривать, соответствует ли это завещание воле Божьей. 34 раза в Библии встречается слово «завещать». И каждое нужно рассмотреть, что в нем скрыто и где касается нас. Книга Бытие, 49 глава, 33 стих. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Если человек глубоко верующий и жизнь так прожил, то он и завещание оставит благое. Стоит прочесть завещание Тавита, сыну своему Товии, книга Тавит, 5.1, «И сказал Товия в ответ ему, «Отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне». Если бы сегодня умирающие давали такое завещание, чтобы не пить алкогольного, не куить табака, разве это плохо? Когда такой наказ был бы выполнен? Прокоимея 35.14. Слова Ионадава, сына Риха Вова, которые завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. «А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня». О необходимости выполнять доброе завещание, известное из древности. Галатам 3.15. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему». Умирая, Давид завещал Соломону отомстить за свое прежнее поругание, и сын выполнил наказ. Тетя Царств 2.89. «Вот еще у тебя, сын Геры, винеамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана. Я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерщлю тебя мечом». «Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не завести сединой его в крови в преисподнюю». Но сегодня разве можно выполнить такое завещание? Иисус Христос дает завещание, чтобы мы заботились о вечности и приготовляли себе наследие, неоскудевающее, кормили сирых, вдов, принимали странников. Но если по-своему любя нас, умирающие родители наказывают, чтобы мы никого не пускали на квартиру и жилья своего не устраивали общежитие, то истинная христианка разве может принять за истинное такое завещание умирающей матери? Вот тут-то и выявится, кого ты выше ставишь – Христа или мать свою неразумную, которая, быть может, уже миллионы раз на том свете и раскаяла за свое безумное завещание. Евангелие от Матфея 10.37 «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня». Евангелие от Матфея 25.35 «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не...» Простите. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Евангелие от Матфея 25.38 «Когда мы видели тебя странником, мы приняли и нагим и одели...» «Или нагим и одели...» «Не имеющие где жить и есть те самые странники, которые проложат нам путь в небесные обители взамен того, что мы чуточку потеснились в земных хроминах, которые все равно оставим же когда-то». 3 Иоанна 1.5 «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Мало того, что награда за странноприимство обещана уже и на земле, когда тебя самого постигнет нужда». «Лукаш...» «А ты считаешь что?» 3 Иоанна 1.5 «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». «Мало того, но награда на земле странноприимство...» «Но награда за странноприимство обещана уже и на земле, когда тебя самого постигнет нужда». Евангелие от Луки 16.9 «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». 1 Тимофея 5.10 «И известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Сделавший дом свой странноприимным, всегда преуспеет и в познании Господа». «Не всегда, а весьма». «Сделавший дом свой странноприимным, весьма преуспеет и в познании Господа». Римлянам 12.13 «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Римлянам 16.23 «Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви». Ив 31.32 «Странник не ночевал на улице, двери мои я открывал прохожему». Даже язычники знали, насколько двери мои я отворял прохожему. Даже язычники знали, насколько доброе дело быть странноприимным, потесниться, и назначили такой добродетель и покровителя. 2 Маковейская 6.2 «Так как обитатели того места пришельцы храмом Юпитера странноприимного». Если в нас есть болезнь, червоточина жадности, каверна эгоизма, боязнь полностью все посвятить для Господу, то это нужно осознавать, а не прикрывать ссылками на завещания родителей. Нужно так и называть вещи своими именами и сказать самому себе, что родные, плотские дети мне дороже духовных братьев и сестер. И ты властен распорядиться своей квартирой и жить один будешь, но сделаешь ли комнату после смерти свое место, но сделаешь ли комнату после смерти своим местом, где будут ликовать ангелы небесные. Лука 13.19 «Подобно зерну горчичному», Лука 13.19 «Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Сирахова 14.15 «Не другим ли оставишь ты стяжания свои и плоды усилий твоих для раздела пожребий?» Если человек называется христианином, а завещает квартиру внукам, хотя и не знают, будут ли они верующими, и если внуки уже взрослые, у них есть квартиры, а эту они продадут, то о чем говорит такое завещание? Что умирающий мыслит мирскими мерками, и для него духовное родство не стало выше плотского. А тот, кто подобное завещание одобряет, он точно такой же. И сколько бы квартир не оставляли своим детям, они эти квартиры продадут и прожгут в безбожной жизни. Павел желает, чтобы при недостатке одного другой мог восполнить его, чтобы была равномерность, а здесь у одного получается уже несколько квартир, а духовному брату или сестре негде жить. Второе, Кориффина 8, 13-15. «Не требуется, чтобы у другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». От корня крепость дерева зависит, «Как много тех корней и глубоко ли? Опасен им подкоп особо лисий, тех лис не засчитать наперло столько. Вид некрасив у корневой системы, но влагу и иные вещества плоды через транзит в ветвей приемлют, и хлорофилом полнится листва. Толкует ныне много о корнях и о традициях народов отошедших. Вала убитого так пожелал скорняк, на сыромате не оставив шерсти. Не пожелал, пожалел. Вала убитого так пожелел скорняк, на сыромате не оставив шерсти. А корень есть один страх Божий, настоянный на вере и писании. Тогда и суховей превозможен защитную стеною лесополосами. Корнями укрепляем берега, боясь разжижности быстрого разлива. Не стоит здесь ничем пренебрегать, скреплять эдемскую первоначально глину. Да коли корень цел даже у пня, лишь только влагу корешки почуют, побеги ринутся, видней день от дня, гнездится в скорости в ветвях его печугом. Зри корень говорят всегда слепцы, изничтожители прекраснейших корней, а корень веры есть единородный сын, до времени заснувший на корне. Корнями, ветками, а также семенами размножить можно, украшая сад, как часто винограды применяли за расплаждение лисиц и лисенят, подгрызено идейно и неверьем, презрением к слову Бога Иеговы. И потому здесь полигон для терний, а слуг того, кто в бездне адской скован. 9 сентября 2006 год Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Книга открытым оком. Том 19 вопрос 3317 Тема Смерть. Что можете сказать про убийство священника, кто и почему это мог сделать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Услышал это и тут же встал на молитву и по сей день молюсь за него несколько раз в день. Сделал соответствующий вывод для себя. Меня тоже ведь сожгли 24 декабря 2004 года. За стенкой обнаружили труп женщины. Дом был пятиквартирный, двухэтажный, старинный. Жгли не меня быть может. Решетки опасны и нужно их ослабить или убрать. газета Комсомольская правда 5 декабря 2006 год страница 4 Сатанисты заживо зажгли священника с женой и тремя детьми. В Тверской области в селе Далекуши был сожжен отец Андрей Николаев с семьей. Приехал он из соседнего Лопатина. Там его дом уже пытались поджечь. Смотри Комсомольская правда от 7 ноября 2006 года в сайт www.kr.ru Его семья жила замкнута. Сам отец Андрей постоянно находился в разъездах. С местными жителями матушка Ксения почти не общалась. Говорила мне не положено. Батюшка ездил на Ауди. Сергеевом посаде у него был свой бизнес. Пошел слух что в доме священника находится клад. Выходная дверь священника была подперта трубой снаружи так что не открыть. Решетки на окнах тоже отрезали путь к спасению. Глава же села Прямухина о священнике отозвался как-то не очень тепло. Мол у этого отца Андрея солидный бизнес. Церковно ли это дело бизнесом заниматься? Дальше от города в селах начинается ад кромешни. Знающие люди не рекомендуют новым земледельцам селиться в старых спившихся деревнях. Это уже проклятые места. Строитесь в чистом поле на отшибе. Тяжело конечно, но потом поблагодарите за совет. Пора признать факт, что деревня, особенно в средней полосе России, окончательно умерла. Духовно и физически. С русской деревней надо что-то делать. Не будет сельских жителей, кончится и Россия. Комсомольская правда, 6 декабря 2006 год, страница 2. Семью священника сожгли из-за ценных икон. Есть предположение, что отца Андрея могли убить из-за ценных икон, которые он ни в какую не хотел продавать. В наше село отец Андрей эти иконы привозил на службу, но всегда увозил с собой. Из публикации видно, что миссионерством отец Андрей и матушка Ксения не занимались. Это уже их каноническая территория, как говорят попы-сумазброды от МП. И сожгла их церковная полнота, в которой они обредоверием и церковными службами насаждали корни и традиции. Если бы он пострадал за обличение и научение народа, как отец Иоанн Вострогов, протопопа Вакуум, Авраами, Авраами, апостол Павел, тогда бы все выглядело иначе. Сергей, Восторгов, его все знают, Восторгов. Да, как и отец Иоанн Восторгов. Тогда бы все выглядело иначе. Деяние 14.19 Когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «А они не говорят ничего истинного, а все лгут». И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. 1 Петра 4.15-16 «Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдясь, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Погубить столько душ – это дети Раскольникова по рождению безбожия. Стать их жертвой может каждый, но успеть бы убийцам сказать о любви Божией, чтобы души их не погибли. Когда княгиня Елисавета посетила в тюрьме Каляева убийцу ее мужа Сергея Александровича, дядю Николая Второго, то тот сознался, что уже несколько раз встречал ее мужа, держа бомбу в руках, но она сидела рядом с ним, и он пощадил ее. Ныне уже совсем не так. Большевики, змееныши, дракона Ленина расстреляли и не пощадили четырех девиц непорочных и отрока вместе с царем и царицей Александрой. Раскаяния нет в этом и грех признан нормой. Взрывал Камо дружок пигмея палача Ульянова, убивая казаков, перевозивших деньги для сирот и вдов. Так почему бы этим выкормышем того древнего змия сатаны революционера ныне не поступить так же? Знал же батюшка что охотится за его иконами древними ценами да сбросил бы их да не погибал бы за икону как муньоз доигрались с картинками Вот так же изъятие церковных ценностей унесло тысячи жизней У старообрядцев же не было ценностей У сектантов никогда их и не могло быть поэтому по этой статье их уже не тащили Второе Коринфянам 9.9 Как написано расточил раздал нищим правда его пребывает век Охранялся ружьем зачем пугать Ему же как священнику совершенно нельзя убивать даже ввиду смертельной опасности иначе лишиться сана Псалом 126 1 Если Господь не зазиждет дома напрасно трудятся строящие его Если Господь не охранит города напрасно бодрствует страж Если бы батюшка уже призванный кем-то на служение дотрудился бы с бомжами как сектанты то могло быть даже совсем иначе Почему то доктора Эфгаза не поджигали а даже сопровождали извинились за ограбление его Врата небесные а нежные Москва 2002 год 542 страница 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово настой во время и не во время обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием Даже те кому осталось может пять минут глядеть на белый свет суетятся лезут вон из кожи словно жить еще им сотни лет а вдали в молчанье ставяковом горы глядя на шумливые люд замерли печальные и суровые словно жить всего им пять минут Рамсул Гамзатов во имя отца и сына и святого духа аминь 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 умерен употребление алкоголя отвечает Игнатий Тихонович Лапкин если вопрос ко мне то и я спрошу почему мне за 67 лет моей жизни ни разу врачи не назначили такого лекарства почему меня чудо Христа с водой больше вашего не волнует я не против если бы Господь ныне все вино превратил в воду разве мало пьяниц без нас спирт далеко не вино настоящего вина никогда церковь не запрещала употреблять а значит и я не запрещаю про то и в календаре указано в какие дни можно вино пригубить 1 Тимофея 5.23 впредь пей не одну воду но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов многие лепьют вино ради немощи желудка в абсолютном большинстве как раз наоборот болезни от неумеренного выпитого вина как-то же миллиард мусульман обходится без вина разве мне на пользу будет если я целому миллиарду подам соблазн римлянам 14.21 лучше не есть мясо не пить вина и не делать ничего такого от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает мы не запрещаем но рекомендуем избирая лучшее 1.21 все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною лично я за сухой закон ни грамма ничего алкогольного ложка меда для желудка тоже не во вред вкус вина я знаю да и как я смогу тогда говорить о трезвости если буду позволять себе туманить мозги все пьяницы начинали с малого и на том загорели галатам 5.21 ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряем вас как и прежде предварял что поступающие так царствие божие не наследует моя беда болезни и несчастья всю жизнь посильны и переносимы мой крест не сразу весь а только от счастья подкашивает ноги выламывает спину вот у других намного тяжелее неинтереснее в скуке тягомотной меня чуть что глядишь и пожалеют помощников сочувствующих сотни а как же ио лишь только черепки друзья вину противную воздвигли по мысли острадайцы и к себе прикинь как каждый норовит легнуть обидеть там моисеевы вершине на закате народ урод не почитал вождя моя же паства может мыши в хате давлю их кошками иначе и нельзя представлю ли скитания давида союзы заговоры мошкарой роятся от сыновей смертельные обиды и от жены отравленные яства мне легче проще и переносимей так бог устроил по любви своей мой бывший друг с врагами керосинит и многое ли без христа но многое ли без христа успеют и даже те кто рядом за столом придавлены нуждою более чем я подобное мое давно ушло на слом есть община надежней чем семья по здравости и трезвости рассудка бог не унизил даже на конгрессах а мог дебилом быть и станет жутко упреками распертый давно бы треснул по мере умножения скорбей и принуждения в сочувствиях и средствах с Христом не ныть прилично и теперь меня хранит среди нужды меня с Христом не ныне простите с Христом еще раз по мере умножения скорбей и принуждения в сочувствиях и средствах с Христом не ныть прилично и теперь меня хранит а с Христом не ныть прилично и терпеть меня хранит среди нужды окрестной 5 января 2006 года Игнатий Лапкин во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь не забывай говорить какая тема смерти на предыдущем вопросе ты не сказал во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Аминь книга открытым оком том 21 вопрос 3429 тема смерть Вы говорили что у вас по санкции КГБ при аресте изъяли очень много магнитных записей которые по делу не прошли что это за записи сколько их было и остались ли они где кто знал про них и была ли о них душе польза нельзя ли хотя бы частично с этими записями ознакомиться или еще лучше поместить их в книги ваши отвечает Игнатий Тихонович Лапкин на момент моего ареста вся моя фанатека хранящаяся только дома была продолжительностью звучания около двух с половиной тысячи часов основной фонд начитанный моим голосом Библия с неканоническими книгами 12 томов Иоанна Златоуста 12 томов жития святых 5 томов добротолюбия архипелаг гулаг отец Григорий Дьяченко 4 книги Игнатий Бринчанинов Иоанн Кронштадтский о протопопе о вакууме о масонстве и вавилония 5 катушек Если перевести катушки на 270 метров 375 метров и 525 на один размер на 375 метров звучание одной такой пленки 8 час 20 минут то получится что фонотека моя состояла примерно из 300 таких катушек Если на основной фонд отнести 200 катушек то 100 катушек это беседы и интервью Кассеты нынешние звучат по полтора часа Одна катушка на 375 метров 8 часов 20 минут равна сегодняшним шести кассетам Значит вся фонотека состояла бы примерно из 1800 кассет по полтора часа звучания На одну кассету в полтора часа помещается примерно 4 моих проповеди в храме которые занимают 34 и 4 десятых страниц в книге данного размера На публикацию на бумаге только одной катушки в 375 метров потребуется 206 страниц Если из 100 катушек по 375 метров с интервью и беседами опубликовать в книгах только половину то и тогда 206 умножить на 50 равняется 10 тысяч 300 страниц потребуется то есть 14 томов по 752 страницы Вы же понимаете что это нереально чтобы опубликовать даже половину моих интервью и бесед С самого начала старался даже самые малые катушки тиражировать и хранить в разных местах Изъяли очень многое Уничтожили безжалостно изверги и рукописи и письма 74 тома переплетенных писем по 650 страниц в томе интервью с репрессированными с известными людьми записи вел по всему союзу почти во всех столичных городах многие записи сделаны тайно в руках держал зеленую большую сумку в которой на батарейках был магнитофон романтик 304 микрофон через рукав выдвигался почти до ладони риск был огромный но ни разу не пострадал а сегодня эти записи ищут люди например произошел такой случай у моего близкого друга и духовного брата Устинова Александра Ивановича 22 апреля 1918 года рождения и умер он 4 февраля 1996 года прожил 78 лет убили его сына Мишу Мишина фото помещено в четвертом томе открытым оком на странице 480 на первой странице в клейке он в тельняшке с братом Федей я поехал в город Эскитим и записал беседу с Мишиным отцом и близким их дом людьми оформил пленку стихами размышлениями о смерти разных людей пленка называлась о смерти но ее ради краткости называли смерть и часто просили из других мест пришлите нам пять смертей эта пленка имела большой успех ее отовсюду заказывали подобное же было по разным темам при беседах с баптистами с архиереями священниками отцом Александром Менем отцом Дмитрием Дудко отцом Глебом Якуниным Зои Крахмальниковой и другими с Митрохиным Л.Н. автором книги Баптизм в литературном институте с Розовым или с Розовым В.С. Ашаниным Л.И. и многое другое кроме того была целая серия пять катушек от тьмы к свету рассказы из разных книг о Боге отдельно несколько катушек мировая поэзия о Боге о духовном Недавно я решил остатки архива сохранившегося после разгрома просмотреть начал прослушивать и потерял массу драгоценного времени настолько все было интересно а записи были сделаны около двадцати пяти лет тому назад и хотя пленки нужно прокручивать не реже одного раза в год чтобы снять напряжение в ленте оказалось что записи недурно сохранились брат Лед Николаевич Пальгуев оцифровал магнитную запись а сестра Кубайкина Галина Ивановна перевела на бумагу эту катушку о смерти двести семьдесят метров но запись сохранилась не совсем полная потому что когда часть пленок из КГБ возвратили то оказалось что они магнитом большой мощности многое стерли а кое-где просто ножницами отрезали начало а кое-где и конец по нескольку метров пакости делать легче чем творить добро и помнить о смерти когда за все придется отвечать сами решите есть ли польза от этой пленки Евангелие от Матфея 7 глава 18-19 не может дерево доброе приносить плоды худые и дерево худое приносить плоды добрые всякое не дерево худое приносить плоды добрые всякое дерево не приносящее плода доброго срубают и бросают в огонь 2 Коринфянам 5-10 ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое о смерти кавычки открываются во имя этой-то вечной жизни трудились и работали наши почившие архипасты и учителя за которых будем всегда молиться а вот что говорил один из этих почивших славный профессор академии истинная цель нашего нравственного стремления учил он может состоять только в постепенном приближении к полному нравственному совершенству но такое приближение не может быть осуществлено ни в какое определенное время оно требует бесконечного времени и вместе с тем бесконечного продолжения жизни души мы должны предположить жизнь иную загробную где будут даны все условия возможности достичь высших целей нашего духа секундочку так вот с какой верой жили эти почившие наши наставники ее завещали они и нам как драгоценную святыню кавычки закрыты друзья когда ударит час если благому судье угодно будет призвать и нас из этой пучины бед и превратности как сладко будем как сладко будет умирать тому пред чьим угасающим взором будет предноситься вечная жизнь и кто бы из нас верующих не пожелал бы в эти минуты сказать творцу или судей нашему но господи я по твоему промышлению явился в этот мир я жил страданиях здесь я нес на себе этот крест который тебе угодно было возложить на меня я все терпел ибо веровал что ты предназначил меня к бессмертной жизни и блаженству и ныне я к тебе приду отче святый прости мои вольные невольные падения и помяни меня в отцарстве твоем аллилуйя 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 кавычки закрыты евреям 414 и имея первосвященника великого прошедшего небеса иисуса сына божия будем твердо держаться исповедания нашего секундочку марш треть х мат 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 Какой смелый человеческий ум может постигнуть глубокую тайну страдания Единородного Сына Божия? Какое самое грубое человеческое сердце может быть равнодушно голгофским мучениям божественного страдальца? Вот он, истерзанный и поруганный своим же народом, как самый ужасный злодей среди враждебной толпы, переносит самую позорную и мучительную смерть, которую когда-либо изобретало человечество во злобе своей. Творец неба и земли, перед которым со страхом трепещут ангельские воинства, терпеливо переносит ядовитые насмешки и злобу со стороны своих распинателей. Над ним издеваются, его заставляют пить желчь, терпеть самые сильные муки, его предают такому позору, который для человека считался самым ужасным, и чувствует сердце, и мысль хочет думать, что погибнуть должна вся земля за свое преступление от правосудия Божьего гнева. Но что же мы видим своими очами? Он добровольно предается позору, кротким, таинственным взором смотрит он на своих распинателей, и как бы слышится полный упрек и грусть его обращения к издевающимся народу над ним. Несчастные! Что сделали вы? За что ко кресту меня пригвоздили? Ему предносится его божественное дело. Он знал, что посланник неба он, что горячая любовь к погибающим тварям, желание вознести ее снова на небо, заставили скрыть его свое божество под покровом человеческой плоти и предвозноситься его божественному взору. И предвносится его божественному взору та благая струя жизни духовной, которая оросила теперь бесплодную почву в душе человеческой. Вот человек снова теперь вознесен от земли, вот он, житель небесный, снова сопричтен в то царство любви и блаженства, от которого отпал силой греха своего. Вот, наконец, сподобился он наивысшего блага, которого не имел даже никто из небожителей, и по плоти он сделался родственным Богу. Ибо она принята в единение вечно единородным Божьим Сыном. Он знал, что привито теперь человечество к неплодной ветви, к той лозе, которая одна обладает истинной жизнью. Так заблудившийся путник возвращен снова в свою родную страну. Из далеких небес пришел единородный Сын Божий, чтобы привести его только к Отцу Своему и врачевать его раны душевные. Знал он, что человек есть больной по природе своей, мучается он в своих духовных болезнях. Иные на пороге смерти нравственной, другие борются со своими духовными муками. Как знающий врач зовет он всех к себе, обещая даровать выздоровление и радость истрадавшейся душе человеческой. Ивангелие Таанна 14, 27. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вот завет его. Этот завет оставил он всем нам перед своими страданиями. Он знал, от чего страдают люди так. Человек заблудился, как путник, попавший в пустыню, в которой жизнь совсем замерла, и ищет хотя бы чего-нибудь, чтобы поддержать свою жизнь. Так и люди в пустыне греховной напрасно искали той жизни, пищи, которая утолила бы их голод духовный. И вот величественно победным голосом взывает он ко всему человечеству. Кто жаждет, пусть идет ко мне и пьет, и я отдам ему воду, от которой жаждать никогда он не будет. Я есть истинный хлеб, дающий жизнь вечную. Но народ над ним издевался, и скорбно и грустно было смотреть на эту толпу разъяренную, на этом море греха и порока. Но он претерпел. Не сошел он со креста, чтобы наказать неблагодарных своих истязателей. И стоит перед нами ныне Голгофа, как проповедник могучей великого Бога любви и жизни идеальной духовной. И стоит она, как маяк среди житейского моря, обращая взор человека на небо. И целые сонны, глашатаев духа, подвижников и мучеников, пренебрегших радостями жизни земной, радостно преклоняют пред нею колено. Вот так, братья, мы имеем первосвященника великого, открывшего нам небеса. Будем же твердо держаться исповедания нашего. Но диким и безумным кажется многим теперь этот призыв в идеальную область, на небо. Раздаются повсюду сомнения в том, что человек есть друг Божий, ради которого пришел пострадать единородный Сын Божий Иисус Христос. Непонятно многим красота жизни идеальной, духовной, открытой нам на Голгофе. Привыкли люди считать себя сынами одной только земли. Так, лучезарный свет с высокой духовной нравственностью, роднящий человека с Божеством, снова смешался с сумраком ночи греховной. И погряз человек в этой тени ужасной. Там увлекаются мелкими удовольствиями жизни, живут впечатлениями одной только минуты, не чувствуя никаких идеальных порывов. Здесь царит корыстолюбие и роскошь. Весь мир увлечен своими заботами, как бы устроить получше материальную, земную жизнь человека. Стараются люди превзойти друг друга в своих изобретениях на этом пути. Отдают всю свою жизнь исключительно этим заботам. Каждый считает долгом своим принести посильную жертву земному ваалу. Но вот раздается призывный голос, колокол Божьего храма, и напоминает он человеку о жизни иной. Говорит он душе человеческой, что есть царство иное, царство духовное. И пусто в душе человеческой не видит он прелести этой жизни духовной. Так слепец, потерявший почему-либо зрение, не видит уже яркого солнца его оживляющего. И вот где-то вдали этого слишком чувственного царства, как одинокая звездочка на темном фоне ночном, рисуется лик опозоренного, позабытого человеком Христа. Слышится кроткий его голос. Безумное, какая польза человеку, если мир он весь приобретет, а душе же своей повредит. Но вот на доброй почве этой чувственной жизни вырастает еще новое зло. Как бы низко не пал человек, остается он все-таки чудным и великим созданием Божиим. Стремится проникнуть по-прежнему в тайны своей жизни. Стремится постигнуть огружающее. Стремится осмыслить свое существование. Хочет устроить свою жизнь, как прилично твари разумной. Но огрубело человеческое сердце. Душа стала малоспособной к воспринятию духовного мира. И вот увлекаются люди мирскими науками. Видят в них какую-то непреложную истину. Бросаются за ней, как за якорь спасения. Слышатся крики повсюду. Здесь все раскрыто. Здесь находится разрешение всех тайн бытия и жизни. Под которым столько веков трудилось все человечество. Так строят люди нового идола. Начинают поклоняться второму валу. Но несчастные, они позабыли, к чему привели человека мирские науки. Не ученые-философи своими силами утешили мир. А простые, необразованные рыбари, восприявшие Духа Святого. И обманывается человек. Этот второй вал, как порождение времени, создается тоска по жизни иной, жизни лучшей и блаженной, где бы душа человека хотя бы на минуту получила отраду. Но упорно, не хочет идти человек к истинной жизни, проливает свои божественные слезы, единородный сын Божий, глядя на новых своих распинателей. Но, братья, вот в эти дни, когда звон заунывный великопостного колокола зовет человека опомнится от мрачного греховного сна, Посмотрим серьезнее на свою духовную жизнь, будем скорбеть и грустить, ибо низко мы пали, и с надеждой поднимем свои взоры на небо. И, быть может, засветится в нашей душе яркая звездочка, откроются духовные очи, и увидим мы вновь Христа, но уже не опозоренного страшной Голгофой, а сияющего во славе своей. И он нас не оставит. Он придет к нам, и обитель сотворит в нашем собственном сердце. Отче, в руки твои предаю дух мой. На бесплодной и угрюмой возвышенности Голгофы, где в течение веков произрастали только кресты мучеников, На том холме, где некогда в предсмертной тоске бились две тысячи распятых, Где на глазах толпы были зарезаны сотни узников, Там умирал Христос. Шумно волнуется народ иудейский, но тихо догорает жизнь распятого на кресте. Солнце померкло, тьма покрыла землю. Земля потрясается, гробы распадаются, Многие телеса усопших святых воскресают и являются людям. Но спокойный лик умирающего страдальца, Бестрепетно готового сойти в гроб, Злобой людей ему предуготованы. Вот, братья, где находит для себя разрешение тайна мирной и безмятежной жизни и смерти? Смерть – это страшное слово, Это роковое событие, которого со дня на день ожидаем мы в течение всей нашей жизни, И которое почти всегда нас постигает так неожиданно. Не думать о смерти, когда все так настойчиво напоминает нам о ней, нельзя. Смерть – это удел общий для всего человечества. С тех пор, как прозвучал грозный приговор правосудия Божия, Смертью умрете. Она воцарилась в мире и безжалостно берет свои жертвы. Всякой опасности можно избежать, От всякого бедствия можно получить избавление. Одна смерть неумолима, Одна она не знает пощады, И ничто так не внушает нам страха, как смерть. Одна, как огромная, приводящая в трепет страшилища, Воздымается пред нами эта царица ужаса всякий раз, Как только мысль наша останавливается на ней. Что-то стихийное, парализующее ум, Наполняющее холодом сердце поражает нас, При этом представление о смерти, При одном только представлении. Что же будет тогда, Когда наступит для нас последняя минута, Когда предстанет пред нами с одной стороны Мрачная сырая могила, А с другой темная и непроглядная вечность, Столь ужасная в своей неопределенности. Какой при этом будет страх, Какой трепет проникнет в сердце, Какое беспокойство возмутит разум, Какой мрак покроет очи. Праведники, которые часто ожидают смерти, Как спокойного пристанища, И те так иногда бывают поражены Размышлением о страшном суде И Божьем правосудии, Что смерть вообще для них вожделенная, Представляется им горько и страшно. А чего же говорить о тех, Для коего земная жизнь составляет Все счастье, Которые пользовались ею, Как будто бы она никогда не должна была кончиться. Тех, которые живут для удовлетворения Своих земных страстей, Для приобретения земных выгод, А не для усовершенствования своей души, Для которых смерть при всей ее нежелательности Бывает обыкновенной еще и столь неожиданной. Часто представляют нам жизнь, Как странствование, Начатое без нашего согласия, И оконченное без нашего желания. И мы идем вперед поспешно и тревожно. Выйдя из неизвестности глубинной ночи, Мы приближаемся к сумрачному рассвету утра. Простите. Выйдя из неизвестности глубины ночи, Мы приближаемся к сумрачному рассвету утра, И стремимся опять к другой ночи. Минуты исчезают, Часы пролетают над нашими головами, Мы желали бы еще побыть с весенними цветами, Улыбающимся нам на заре молодости. Но таинственная сила заставляет нас идти вперед, Палящие лучи солнца уже над нашими головами. Настал полдень нашей жизни. Мы открываем тенистые места, Которые нас заманивают для отдыха, И как охотно отдохнули бы мы, Но нет, мы должны идти вперед. И тщетно стараемся мы ловить минуты нашего счастья, Встречающегося на пути нашим. Они исчезают перед нами. Вот краснеет уже небосвод на закате солнца, И за этим грустным светом наступает тягостная ночь. От всего сердца желали бы мы остановиться, Чтобы еще по возможности дольше вкусить Всю свежесть этого приятного вечера, Но вперед, вперед, говорит нам тайный голос. Тщетно прицепляемся мы к предметам, Встречающимся на нашем пути, Чтобы остановить быстроту нашего бега. Но это усилие бесполезно. Они увлечены с нами быстротою истечения жизни. Отблеск захорящего солнца скрывается, Чувства наши отдыхают, Странствие совершилось. Ночь нас окружает, И люди забывают нас. Такова судьба каждого человека. Как сон летней ночи проносится наша жизнь, Мы становимся лицом к лицу со смертью, И со всем тем, что за ней следует. Тьма, объемлющая нашу будущность, Заставляет нас вдвойне ценить живой свет, Нас здесь окружающий. И мы трепещем при мысли переменить известное нам На состояние, которое мы постигнуть не можем. А каково бы ни было наше земное существование, При мысли о нашем разрушении, Мы начинаем еще более дорожить им, Хотя, вероятно, немногие из нас, Если бы имели право выбора, Пожелали бы, чтобы жизнь их повторилась, Со всеми ее страданиями, Испытаниями и мучениями. Мы не ужасаемся той ночи, С которой вышли, чтобы вступить в настоящую жизнь, Но весьма страшимся той, В которую переходим отсюда. Мысль, что будет со мной, Когда я сброшу с себя человеческий образ, Что там за мир, Что за образ жизни будет, Преследует меня неотступно. Праведен был царь Иезекия, Но когда пророк Исайя предсказал ему смерть, То с великим плачем начал он просить У всемогущего Бога продолжение жизни. Исайя 38.3 И заплакал Иезекия сильно. В дивной святости был великий Арсений, Перезревший сан сенатора, Но при кончине своей он весь дрожал И чрезвычайно смущался. Братья вопрошали его с удивлением, «И ты, отче, боишься смерти?» «Да», — ответил он, «Страх сей возмущал меня В продолжении всей моей жизни в монашестве». Если так страшна смерть для праведников, То сколь ужасна должна быть она для грешников. Если праведники трепещут, Страшаясь правосудия Божия, То что будет с грешниками, Которые хладнокровно, Без всякого рассуждения оскорбляли величие Божие, Тысячами неслыханных беззаконий, Которых вся жизнь была одним беспрерывным грехом? Что испытывает такой смертный, Когда он расстается со всем, Что составляло его единственную отраду, И который никогда не мыслил о высшем назначении, И чуждался вечных истин религии? Он переселяется в будущую жизнь, Беднее, чем когда родился для земного существования. Тогда он являлся в мир с одним наследственным, Превородным грехом. А теперь, беднее нищего, Приходит он пред дверью вечности, Обремененный множеством собственных, Личных долгов, грехов. А что происходит тогда с его забытой душою, Порабощенное телу, Когда тело ее, Когда тело ее, Ее властелин и кумир превращается в прах, С ним умирает и красота, И утонченное красноречие, И светскость, И чины, И титулы, И слава. Увы, Она тяжко страдает от того, Что должна дать отсчет в своих беззакониях. Она страдает в ожидании суда. Не забудем, Что все дела наши, Мысли и чувства всей жизни нашей Идут не отступного след нам до самой смерти, Перейдут с нами и по ту сторону гроба, Где праведники восславят воскресшего Иисуса. Множество постыдных дел, Совершенных в течение жизни, Будут мучить, Терзать совесть, Терзать поздним раскаянием И бесплодным сожалением у тех, Кто не раскаялся при жизни. А приближающаяся смерть, Жестокая, Неотвратимая, И страх огня гиенского ужасом И отчаянием оледеняют душу, Омрачают последние дни, Минуты погубленной жизни. Когда совесть, Как по списку, Станет считать все наши Прежние поступки, Тогда целая жизнь Представится очам нашим. Тогда подобно привидениям Явятся распутства, Невоздержание, Своеволия, Гордость, Дурные общества И скверные замыслы. И вот, за все это грешника Уже призывают на суд. Менее минуты осталось для приготовления Смерть у порога, А вместе с ней Правосудие Божие. Мысль, что через час, Через два На самом опыте откроется, Справедливо ли говорили, Что есть ад, И что должно предстать На суд Божий, Эта мысль Как молотом Ударяет В сердце. Тогда несчастный человек Увидит себя Стоящим между Временем И вечностью. Увидит быстро Улетающее время И с такой же Быстротою Наступающую Бесконечную Вечность. Тогда он узнает, Что через несколько часов Последует То определение, Которым Навсегда Решится Судьба его. Тогда станут Тесниться в голове Его разные мысли И представления, Каким явится ему Грозный судья, С каким гневом И в каких словах Изречет он определение Своё. Какой отчёт Отдаст он ему Во всех делах Своих. Великая Скорбь И болезнь Обымет его И одна Минута Таких страданий Покажется для него Бесконечно Долгим Временем. О, Как горько Будет он Сожалеть Тогда О своём Нерадении. Как жестоко Будет упрекать Себя В ленности И нерадивой жизни Как дорога Тогда покажется И одна Минута Жизни Этой. А сколько Дней Годов Проведено Было им В беспечности И беспокаяния Отдано Греху И Самоугождению. Чего бы не дал Он тогда За одну минуту Жизни Только бы Позволено было Принести Покаяние. Но Увы. Покаяние Двери Заключились Уже. Жизнь Окончена Времени Более Нет Настала Вечность Требует Отчёта За всю Жизнь Прошедшую И Увидит Он Тогда Слёзы Ближних Своих Увидит Их Скорбь Истинания И Воскорбит Он Сам Скорбью Безутешную И Восплачется Его Душа Слезами Горючими Как Страшна И Безотрадно Смерть Так Страшна И Безотрадно Смерть Так Люта Она Для Грешника Который Успел Ожесточиться Во зле Который Не Каялся В своих Прегрешениях Но Не Так Умирал Христос Не Так Умирал Тот Кто Держит Судьбы Человека В своей Воле Кто Умерщеляет И Живит Кто Поражает И Исцеляет Самые Глубокие Самые Болезненные Души Кто В смерти Своей Оставил Нам Вечный Образец Для Подражания Вот Он Всемогущий Утешитель Всех Скорбящих Всегда Готовый Успокоить Страждущих И Обремененных Лишь Бы Только Они Обращались К Нему Вот Он Наедине Со Смертью На Высоте На Лобном Месте На Голой Вершине Холма С Креста Перед Ним В последний Раз Разверстывалась Незабываемая Картина Торжества Жизни В Потоках Цветов И Во всей Красе Создания Человека Три Часа Уже Длилось Его Мучение На Кресте И За Это Время Они Успели Дойти До Крайних Пределов Из Рук И Ног Его Кровь Медленно Истекала И Сгущалась На Древе В Длинные Черные Капли Наподобие Сталактитов Из Тела Распростертого На Древе Жилы Выступали Наружу Готовы Разорваться Ноги Не Сгибались Грудь Валилась Раны На Руках Разрывались От Тяжести Тела Тела Какая Какая Это Не Известная И Сверх Человеческая Мука Какой-то Медленный Огонь Какое-то Там Ленья И И И И Злом первосвященников и священников но как не ужасны были все эти обстоятельства смерти христос умирал спокойно великое таинство того мгновения когда входил во гроб судья совести человеческой веривший в благородство природы человеческой и принесший плоть свою в жертву за совершенно подобных себе по плоти наступала тихо и незаметно ни жалоб не слез не вздохов смерть во всем своем беспредельном величии постепенно обнимала образ умирающего и смягчала черты лица его лицо иисуса просветилась еще мгновение и он перейдет в вечность при них ним же братья к кресту спасителя припадем к стопам его и в последних словах умирающего найдем себе назидание взойдем на голгофу мой брат там посланный богом мессия распят о правде святой проповедовал он больных исцелял а теперь он казнен падем перед ним взойдем на голгофу мой брат он жаждет и жаром ланит и горят он жаждет и уксус тому подают чьи воды живые для мира текут пойдем перед ним взойдем на голгофу мой брат вот снова он к небу подъемлет свой взгляд свершилось я душу мою придаю за нас он пожертвовал душу свою пойдем перед ним зайдем на голгофу мой брат посмотрим как нашей греховности яд в жестоких страданиях христа истомил как дорого нам он спасенья купил падем перед ним свершилось вот то слово которое последним раздалось со креста вслух всего окружавшего его народа слово это показывает что спаситель пред смертью своей обратил взор на всю свою земную жизнь на совершенное им дело взвесил подвиг которым подвязался и страдания который потерпел и что же нашел он он нашел что цель жизни его достигнута призвание мессии которое он носил в груди своей осуществлено премирное назначение его выполнено и та великая мощь которую приобрел он за многие годы теперь будет зареть и укрепляться он до конца довел то дело ради которого сошел на землю до дна испил ту чашу которую готовил ему рот человеческий донес крест свой который подъел за грехи людей подъял за грехи людей и теперь со знанием исполненного долга в мире с совестью и совершив весь кровавый путь предначертанного ему служения иисус мог безбоязненно и радостно воззвать к отцу в руки твои предаю дух мой итак чистота совести и выполнение своего назначения вот те условия от которых зависит кончина человека умереть тихо безбоязненно с радостью от решения от всего тленного и в надежде на нескончаемое блаженство в будущем возможно для всякого православного христианина но для этого нужно осознать свое назначение назначение христианина и выполнить его так чтобы множество постыдных дел совершенных в течение жизни не мучили и не резали совесть поздним раскаянием и бесплодным сожалением и не свидетельствовали против нее тогда когда сярит судья на престоле страшном книги раскроются и деяния и помышления обличаться но в чем наше призвание спросите вы и что сделать мне доброго чтобы иметь жизнь вечную с таким же вопросом обратился к господу иисусу христу некий юноша желавший наследовать царство небесное и учитель не замедлил ответить на данный ему вопрос евангелие от мотфея 19 17 21 если хочешь войти в жизнь вечную сказал он соблюди заповеди возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всею душою твоею и всем помышлением твоим и ближнего своего как самого себя если же хочешь быть совершенным пойди продай имение свое и раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах и приходи и следуй за мной любовь вот тот путь которым должны мы проходить свое земное поприще вот тот идеал который призваны мы осуществлять в течение земной нашей жизни но заглянем свою душу в самом деле любим ли мы господа а в лице его наших ближних находим ли себе место в нашем сердце находим ли себе место в нашем сердце находит ли та любовь которая требует от нас Христос любовь не к тем только которые соединены с нами узами родства дружбы знакомства но и к тем кто чужды кто чужды нам по плотскому происхождению и однако близко связаны с нами благодать любовь которая с участием и состраданием относится к горе и нужде меньшего брата не оставляет без попечения и отъявленного грешника идет навстречу заблудившемуся словом та любовь которая по слову апостола не превозносится не ищет своего пример который показал сам небесный учитель Христос вся его земная жизнь была одним непрерывным служением для других он не требовал угождения себе и не искал своих выгод он не для того пришел чтобы ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих где жертвы злобы возокомерия и алчности он смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной кого унизил он прежде или обидел он он жил на земле в кротости в воздержании и чистоте своим мучителям он сказал только марка 14 48 как будто на разбойника вы вышли как будто на разбойника вышли вы с мечами и куриями чтобы взять меня и к предателю обратился с единственным скорбным вопросом иуда целованием или предаешь сына человеческого всю жизнь свою он нес только всевозможные труды лишения злословия злословящих и крестными страданиями своими подъятыми для нашего спасения оставил нам пример чтобы мы шли неуклонно по следам его но идем ли мы за христом любим ли мы друг друга так чтобы мы никогда не причиняли своим ближним ничего такого что нам самим было бы неприятно чтобы мы никогда не завидовали их счастью и не радовались несчастью всем желали только добра за зло никому не мстили ни на кого не гневались всем прощали их вины против нас вольные и невольные влюбили так чтобы и нашу душу готовы были положиться друзей своих обратим братья наш взор на наше христианское общение и на все общество и мы поражены будем мы ужаснемся пред той картиной греха и порока которая разверзнется пред нами о как далеки мы от той святости от тех великих подвигов и благочестия и той чистоты веры какие встречаем мы в те страшные времена когда проповедовали апостолы ни насмешки современников ни преследования гонителей ни муки истязаний ничто не могло воспрепятствовать первым последователям спасителя устроять жизнь свою по учению евангелия а у нас одним руководит в жизни чистолюбие другой стремится приобрести стяжание многое а третий жаждет власти четвертый раб своей плоти одно только побуждение редко управляет нами это стремление выполнить закон Божий пусть каждый из нас оглянется на свою прошлую жизнь и тогда поймет как мало сотворил он дел внушенных ему не житейскими соображениями а ревностью по вере любовью к заповедям Божьим и так какая же кончина ожидает нас с чем явимся на суд какой дадим ответ когда сам Господь при гласе архангелов и трубе Божией сойдет с неба чтобы совершить суд Божий и изобличить всех нечестивых во всех делах нечестий их которыми они грешили и во всех словах жестоких поистине плачу и рыдаю когда помышляю день смерти но неужели грех обладел нами до конца безвозвратно неужели в нас нет сил стряхнуть с себя узы дьявола неужели сердца наши закрыты для христианской любви братья вот пред нами святой старец симеон всю жизнь свою посвятивший осуществлению святейшего закона правды начертанного в сердце человека и мирно и радостно встретивший приближение смерти пред нами тысячи мучеников христианских с восторгом отправлявшихся на смерть и благословлявших день отшествия своего ко господу пред нами наконец сам владыка жизни внутри этой тесной гробницы которой одарил его великодушный мир под тяжестью камня который привалили к его могиле законные власти страны спокойно приявшие смерть от руки искупленных им убийц так таких ли примеров недостаточно для того чтобы разбудить лучшие стороны души нашей заставить подражать их святой жизни вызвать отвращение к всему греховному прошлому стать непроницаемым щитом оберегающим нас от возврата на прежние греховные эстези 2 тимофею 4 7 8 подвигом добрым я подвязался течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день он и и не только мне но и всем возлюбившим явление его так писал святой апостол павел перед кончиной своей возлюбленному ученику своего тимофею озирая свою жизнь предвидя близкую кончину он имел утешение спокойно ожидать смерти потому что всю жизнь свою добрым подвигом подвязался имел даже непреодолимое желание разрешиться и быть со христом так как знал он что господь воздаст ему венец правды так и для нас сохранивших до последней минуты чистоту совести исполнивших свое высокое назначение в минуту смерти будущность представится лучезарной и вожделенной земля станет для нас тем домом с которым мы простимся с радостью земная кончина потеряет свой ужас и сделается единственным средством забыть в сладком сне себя и все превратности прошедшего дня заключить новый союз с божьим миром вступить в высшую сферу и сделать шаг который иначе не в состоянии сделать человек вознестись на высшую степень бытия и мы войдем в вечность с богом и с миром в душе помня слова спасителя евангелие от иоанна 14 27 мир оставляю вам мир мой даю вам не так как мир дает я даю вам да не смущается сердце ваше и да не устрашается чтобы забыть не пришлось об этом необходимом условии тихой безмятежной смерти постараемся чаще вспоминать о ней в своей жизни постараемся чаще вспоминать о ней и эта память смертная будет удерживать нас от грехов помни непрестанно страшную смерть наставляет святой григорий богослов как будто она у тебя пред глазами и ты встретишь ее менее грозную помни о конце твоем и вовеки не согрешишь для нераскаянного грешника смерть люта а для умирающего вере благочестия и покаяния она блаженна могила колыбель его смерть его пробуждение закат солнца этой жизни заря в обители вечности евангелие это она одиннадцать двадцать пять двадцать шесть я есть воскресение и жизнь говорит христос верующий в меня если умрет оживет и всякие живущие и верующие в меня не умрет вовек обладая высоким завещанием сохраняя мир в душе и спокойствие совести сознавая что не напрасно прошла вся наша жизнь что не кощунственно носили мы имя христиан бестрепетно встретим мы минуту разлучения жизнью и с сыновьей доверчивостью и любовью повторим слова христа отче в руки твои предаю дух мой сейчас мы услышим о трагическом событии которое произошло 21 июля 1979 года в семье верующего человека христианина который учил своих детей богопознанию и служению ему но обольщенные миром сим они потеряли радость блаженство и видим что один из них погибает от того мира который влёк его к себе перерыв пару минут у вид и его покрыть к по м а и Повернусь сюда, сюда повернусь. Нам каждая видна. Здравствуйте, заходите сюда. Давайте сходим. Видишь, какую пользу получаете? По вашему стороне надо делать. Наоборот, сходим. Давай закрывай столяр. А я же еще раз. Вот здесь все запечатываю. А это молекулы? Ну что, я молюсь тут. Ну и не кончится. Это только предисловие было. А теперь я бы поехал туда. Теперь беседа с людьми будет. Вот это материалы. Вот это он, скачок. Ну разберись, все уже попалом. Тот страшит, а этот, каждое слово, растягивает, где надо не нажать. Вот это тоже было. Потому что, как я, 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 я дам. Как раз, я, 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 я... Я, 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 я. Игнатий Лавкин У Ива было несчастье, погибли все десять его детей Три друга пришли утешать Ива Они семь дней сидели и не разговаривали, молчали Но время тогда длилось не так, как сейчас Как Пушкин пишет, что вот телега-то катится на горку Потом потихоньку, а потом под горку Несется и не остановишь Так вот, видимо, и по времени сейчас мы и молчать не умеем У нас все ускорено А я сидел сейчас и мысленно посчитал и оказалось Ровно за полминуты спутник долетает от Барнаула до Новосибирска А мы часы бьемся А тогда сколько надо было? А они семь дней пришли и семь дней молчали Только смотрели на него и плакали Семь дней! Книга Иова, 2 глава, 11-13 И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его И пошли каждый из своего места, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его И подъяв глаза свои, издали они не узнали его И возвысили голос свой и зарыдали И разодрал каждый верхнюю одежду свою И бросали пыль над головами своими к небу И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей И никто не говорил ему ни слова Ибо видели, что страдание его весьма велико Но где ты сейчас найдешь в мире, чтобы человек на семь дней приехал к другу И только смотрел на него и не сказал ни слова? Ведь удивительно, правда? Поэтому такие мысли у них были на вес золота Они рождались внутри, дожили до языка Человек переваривал, смотрел Нет, они мне хороши, а другому пользы не несут Нет, они мне хороши, а другому пользы не несут Он возвращал мысли назад Снова переваривал, отсеивал И чеканные слова выходили, как оловом написано И как рисом на камне на вечные времена Вот почему сейчас, когда пишут люди И хоть одну фразу смогут подтвердить писанием Они очень рады, потому что весомо те слова слагаются Так раньше здание строилось Прикладывали несколько раз Проверяли, вымеряли И ответ был в руке у Господа А сейчас две с половиной тысячи кирпича Быстренько сложили за смену Но оно такое ненадежное и есть И вот такая наша жизнь У нас все слова такие, что мы Что мы не скажем, скажем в торопях И вы нас уж простите Мы, дети того времени Все мы такие Все на скоростях Все в торопях А когда в конце посмотрим Ничего нет, как Златоуз говорит Одна пена И все то просеивается Возьми большой сосуд И небольшое отверстие И все оттуда высыпется Так и мы Все просеиваем через рот Это отверстие И у нас как будто перевернули И нас как будто перевернули И трясут И все высыпается Высыпается И вот ныне мы услышали Печальную весть Александр Иванович Устинов Отец убитого Миши Уже печальнее быть не может Игнатий Лавкин Да Все дорога Я ехал на мотороллере С Алешей Речкуновым Из Барнаула 200 километров Он впереди А я трясусь сзади И думаю Вспоминая Печаль сатаны Когда Сибила На себя наложила руки Тогда Познала великую тайну смерти И тайна смерти Есть жизнь Смерти Нет О ужас Я думала Что прекратятся Страдания Они не прекратились Они только начинаются После смерти Она думала Что все закончилось И вдруг она видит Что начинается новая Новая какая-то Инстанция жизни Я думаю Что те Кого мы теряем Кого уже нет А они где-то есть Познали эту тайну Жизни и смерти И мы Все Смертники Мне рассуждение Одного человека Понравилось Однажды Во времена Грозного Были прокуроры Выносили приговор Был палач Поднимавший Секиру И они казнили И каждый Пошел в вечность А теперь Мы говорим Что все это Было в шестнадцатом Ставете И палач И грозный И кроткий Все там А для нас Какая разница Кто на двадцать Тридцать лет Раньше Умер Так и для людей Если бы продолжалась Жизнь Мы все В двадцатом Столетии Раньше Или позже Что главное Главное То К чему Призывает Господь Алексей Устинов Мне детей Позвать Я думаю Если можно Пусть бы Они тут Побыли Не Алексей Александр Александр Отец Да Александр Устинов Мне детей Позвать Я думаю Если Можно Пусть бы Они тут Побыли Нас Не пускают К Евангелию К Библии Потому что Мы лжем На каждом Шагу Сейчас Должен Быть Период Траура Печали Я не Столь Жалею О гибели Плоти Сколь Жалею Плачу О гибели Души Ведь В таком Состоянии И оборвать Жизнь В каком Состоянии Духовному Находился Это вообще Гибель Гибель К священнику Послали узнать Как быть Отвечает Оттуда Молитесь Все то Что положено Ну как Думаю Ослушаться Священника Лучше бы Я думаю Не посылал Его Поступил бы По своей воле Нельзя Значит И ослушаться Не позволяет Сердца Ну как Мы говорим Со святыми Упокой Христе Душу Раба Своего Со Святыми Ведь Это же Для Святых Читал Здесь Канон Андрей Федотович Было Девять Дней И не могу От слез Держаться Когда Дошел До этого Места Всю Жизнь Поработал Тебе Остановился И говорю Увы Нет Этого Хоть В каноне Этого Не написано Увы Но Миша Не провел Всю жизнь У Боги Сейчас бы Мы должны Находиться В печали В сетовании Траусу Траур у нас В понедельник Меня дома Не было Я на даче Работал Там и Заночевал Они Тут Федька Ленька Учинили Драку Около Остановки Каких-то Двоих Пьяных Побили Да сильно Вроде Побили Те Пообещали Не оставить Так Отомстить Я говорю Что вы Делаете Наше ли Дело Наша ли Идеология Обижать Других Когда мы Должны Быть Всеми Обиженными Сами И терпеть Это угодно Пред Господом Я им Сказал Не пройдет Вам это Так Не пройдет За каждое Праздное Слово Господь Сказал Дойдите Ответ Чем Мерите Тем Вам Отмериваться Вот Чем Вам Будет Отмериваться Подумайте Игнатий Лапкин Вот Мы Примерно Хотя бы Последнюю Неделю Вот Вы Примерно Хотя бы Последнюю Неделю Коротко Объясните Каково Поведение Было У Миши Как Случилось В какой День Что Вам Только В том Что Друзья Выпить И Искать С кем Подраться Прямо Искал Потому Что Служил В десантных Войсках Там И учили Драком Самбо Карате Этому Их Учили И Вот Он Теперь Решил Приехать И Это Все На Практике Применить Сразу Приезд Его Чем Ознаменовался Напился Повыбил Все Стекла У соседей Через Три Дома Игнатий Лапкин А за Что Александр Усилов Не знаю Не могу Сказать Игнатий Лапкин А вы Знаете Ребята Мы Недолго Будем Здесь И Мне Так Хочется Всех Вас Видеть Очень Соскучился А Вас Это Леня Иди Сюда Леня Побудь Немножко У Александра Ивановича Восемь Сыновей Две Дочери Александра Устинов Где там Федя И где Петя Игнатий Лапкин Ты думаешь Из-за чего Это было Леня Ну Там Вот что Там У него Знакомая Девушка Была Ихняя Дочь Когда он Приехал Ну Вроде Пошел К ней А я Говорю Мишанин Слушай Жениться Надо Искать Чтобы Она Была Религиозная Не надо Нам засорять Вот так Вот Сестра Найдем А твое Дело Только Выбирать Мы Тебе Подыщем Кандидатуру А твое Дело Выбирать Какая Из них Тебе Понравится Она Узнала Это Дело Что И Уже Не Быть Его Женой Подвернулся Другой Посватыв Ее Родители Согласились И она Выходит За Того А он В это Время Идет И бьет Там Стекла Когда Свадьба Там Была Я Даже Не знаю Где Она Была Но Видимо Они Были Тут Тут Они Погуляли И Опять Куда То Ушли Игнати Латкин Это Было Еще До Приезда К нам Он Зимой Приезжал Когда Валя С Володей Были Здесь Он Ко Мне Приезжал Александр Устинов Кажется После Приезда Или До Приезда Ну Конечно Я Наглежащим Образом Его За Это Отстрочил Отругал Отстрочил Отругал И Говорю Что Что Ты Писал Нам Что Ты Уже Преобразился И Кожу Сменил Ну В общем С религиозной Точки Молчи Молчи Немного Прошло Времени Слушаю Миша Подрался Подрался Где-то В центре Спрашиваю Почему Ты Подрался Я Порядок Наводил Хулиганов Укращал Вот Этому Тут Колом Голову Пробили Соседу Вместе Они Соседу Вместе Они Были Еще Там Третий С ними Был Губу Разбили А наш Обошелся Синяком И За Этот Случай Отругал Как То Тут Уже В начале Лета В июне Приезжаю Из церкви Рассказывает Уже Иван Приехал Мишка Где-то Там На речке Подрался Потребовал От Ивана Ножи Свинорезы Иван Прибежал Домой Ножи Свинорезы Сохватил И туда Я Когда Стал Разбираться В чем Дело Почему Это Да И ты Что Да Ты С ума Сошел А я Их Просто Попугать Чтобы Разогнать И эти Драки Продолжались Это Только То Что Мне Известно Это И серии Того Что Мне Известно А Мне Неизвестно Большего Много Раз Не Ночевал Дома По Двое Суток Сутки Это Уж Как Правило Такое Бывало Часто Где Бываешь Отмолчиться И все Ну и Последнее Что Мне Известно Получил Аванс И вместо Того Чтобы Прийти Домой С Друзьями Там Выпили Пошли Проведать Какую-то Девушку В больницу Там Она Из-за Аварии Лежит Из-за Аварии Лежит С Ногой Проведали Оттуда Решили Еще Добавить Направились Тут Где-то У базара Какой-то Винопогреб И что-то Спиртное Продается Вот Они Сюда Шли Выскочили Там Какие-то Хулиганы Которые На водку По 20-30 Копеек Дали Они Там Стоят У Магазина Из Каждого Как бы Контрибуцию Требуют Им Вроде Обязаны Дать По 20-30 Копеек Ну Вот Они Им Не Дали И Завязалась Драка Миша В этой Драке Как Рассказывают Его Друзья Был Рыцарем Он Бил И Ногой И Рукой И Все Мы Так Что От Него Летели У тех Жи Не Хватило Силы Физической И Вот Такой Нож Я Сегодня От Следователя Только Показал Вот Такой Нож Только Одного Лезвия 25 Сантиметров До Ручка Еще Ну Вот Как Эксперт Показал Справа Воткнул Вот Так Видимо Сзади Воткнул В правый Бок И Прошел Туда Сердечную Плевру Задел И Сердце Задел И Повернул Эдак Нож И Так Ребра Вот Здесь Торчали Когда Пришли Мы Из Церкви С мамой Приехали Смотрим Что-то Соседи Люди Собрались И Я Не Придал Значения А Мать Его Тоня Жена Моя Перед Его Смертью Недели За Две Меня Спрашивает Ну Вот Как У Нас Все Расположено Где Мы Гроб Будем Ставить Я Так На Него Смотрю Какой Гроб Какой Гроб Она Потом Как Бы Опомнится Ну Вдруг Кто Нибудь Умрет Я Говорю Тогда И Разговор Будет Об Этом Что Ж Мы Не Найдем Где Гроб Поставить Что Не Нужно Вынесем Найдем Гробу Место Потом Опять Ни Несколько Пройдет А то Не За У меня В это Время Были Приступы Грыжи Я Я Все Гнулся Она Может Для Меня Думала Что Со Мной Случится Подходим Смотрим У соседей Полтора А то и два Десятка Людей И Главное Никогда Такого Не Было Что Молодежь Вместе Со Стариками Обычно Старики Отдельно Молодежь Отдельно А тут Молодежь Вместе Со Стариками Мы Проходим Они Все Поздоровались Мы Прошли Домой Только Заходим А соседка Анна Борисовна Заходит И нам Сообщает Вот так И так Тоня Сразу Рев Я говорю Ну подожди Подожди Посмотрим Разберемся Чего уж ты Ревешь Я говорю Так что Совсем Совсем Где теперь Его труп Да В морге Пошли Я говорю Пойдем Сейчас Первонаперво В милицию Узнаем Нам сказали Да Вот Так Есть Труп В морге В морг Пошли Выхлопотали Разрешение Ее не запустили А меня запустили Как мужчину Я покрепче Я зашел Подождите Идите 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 А я Нет Подожди Ты меня Не успокаивай Я не расстроился Я удивляюсь Он не хотел Покориться Отцу Не хотел Послушать Добрых Наставления Отца Шел 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 Своим Путем Идите Я даже Для такого Случа Не могли Прийти В трезвом Виде Почти Все Были Пьяные И думаю Себе Вот Твое Общество В котором Ты кипел Вот Конец Этому Обществу Был бы Ты В этот День В церкви Ты был Ты бы Жив Был И душой И телом А теперь Ты видишь Куда тебя Потянуло Игнатий Лапкин В какой День Было Александр Устинов В субботу Игнатий Лапкин А кто нибудь Из своих Был там Рядом В это время С ним Там Александр Устинов Из наших Нет Игнатий Лапкин Никого Не было Александр Устинов Только Товарищи Сообщают Игнатий Лапкин А товарищи Рядом Кто живет Есть Есть такие Александр Устинов Рядом то нет Да они Где-то В В Колтае Живут И я Не знаю Где они Живут Голос Они живут На южном Которые с ним Были Игнатий Лапкин Это далеко Александр Устинов В край Того Города Вы Проезжали Его Как выезжаешь Выскатим Слева Игнатий Лапкин Ну а сам Он был Трезвый В это время Александр Устинов Вот именно Что не трезвый Я же тебе Говорю Что они Выпили Проведали Девчонку Потом еще Захотели Подвыпить Игнатий Лапкин А сколько Их было С товарищами Александр Устинов Вроде Их 5 Было А тех Нападающих 15 Ну там Все Такие Что Отпеты Что Из заключения Вышли Игнатий Лапкин Задержали Их Александр Устинов Сегодня Следователь Мне говорит Что задержали Я говорю Ведь всю Ту группу Можно Расследовать И всю Группу Нужно Наказать Потому что Они Преследовали Цель Говорить Не можем А только Того Кто ударил Его ножом Того Кто Убийца Игнатий Лапкин Это Плоды Масонства Мы пожинаем Что их Задача Развратить Чтобы Весь народ Застонал Еще люди Не стонут Все Скажут Люди Дайте Любого Правителя Нам Но дайте Покой И мир И он Ведет В Кампучию Сейчас Прямо Пишут Про Кампучию Что они Хотели Там Сделать Пол Пол Под Говорит Мы Сделали Государство Всемирного Образца Так Прямо Сказал Как написано В литературной Газете Для Всего Мира Образец Государства Александр Устинов Такой Он И будет Игнатий Латкин Вот Такой И будет Из 6 Миллионов Три Уничтожили Три За три Года Ровно Половину Страны Выхлестали Таким Будет Всемирное Теократическое Государство Антихриста В чистом Виде Гитлер Подводил Но Это Все Еще В завуалированном Виде Было Хотя Он И Масон Подстраивал Но Еще Как Для Определенной Расы Не Еврейской А Это Как Для Азиатов Показали Так Будет И Для Европейской Расы Вот Что Они Сделали Так Так Будет И Для Европей И Для Европей И И Европей Вот Что Они Сделали За Возглас За Слезы За Смех Смерть Чтобы Никаких Чувств Не Было Человек Мог Только Кричать Слава Пол Поту Им Слава И Больше Никому Нигде Никак Проходит Полгода И В школу Дети Впервые Пошли И Не Могут Научить Их Улыбаться Нет Улыбающихся Детей Это Единственное Государство Такое В мире Сколько Мир Стоит Даже Восвенцами Люди Улыбались Сумели Сделать Это Последняя Генеральная Репетиция Идет А Что Сейчас Есть У вас Это Всплески Чтобы Мы Увидели Что Будет На этой Волне Какие Отблески Какое Зарево Будет Я Своим Умом Так Подумал Страшное Ужасное Непоправимое Случилось Конечно Речь идет О душе Не о теле Ибо Мы Все Смертники Но Для Смертники Вас Какой Это Дальше Будет Урок Потому Что Последующие Которые Рядом Были И Не Научились Они Получат Не Это А Худшее Согласны Александр Устинов Худшее Получат Игнатий Лапкин А вы Как Думаете Ведь В мире Действует Только Тот Закон Который Господь Дал Когда Вы Услышали Наверное Тоже Сердце Другого Александр Устинов Плакали Игнатий Лапкин Не Ожидали Мы Этого Когда Сказали Мне Я Совсем Мало Его Знал Я Только Помню Когда Еще Здесь Он Был Маленьким И То Знаете Как То Так Нереально Это Звучит Где Душа Ну Что Тело Тело Черви Они Оно Никому Не Нужно Даже Родным Не Нужно Скорее Зарыть Его Оно Уже Смердит Что Дальше Бессмертная Вечная Никогда Не Прекращающая Участь Да Я Воздохнул Вчера Мне Звонит Иаким Он Священником Трудится Хороший Получился Пастырь И Когда Ему Сообщили Поухнул Запиши Себе В Молитвенник Молись У Алтаря Божьего Может Господь Услышит Опять Все Это Лишь Может А Когда Слово Божие Говорит Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Царствие Божие Увидеть Не Может Какая Радость Нам Видеть Лицо Друга Брата А Какая Радость Видеть Лицо Отца Небесного Александр Рустинов О Это Несравненно Игнати Лапкин Иисуса Христа И Вдруг Говорит Не Увидит Никогда Всю Водку Не Выпьешь Со Всеми Не Передерешься Знать Про Небо И С Преддверия Рая Тянуться Туда Где Все Кипит Трещит Горит Александр Рустинов Человек Избирает Себе Это Игнати Лапкин Если Бы Он Был В Церкви Молился Как Было Как Читаем Про Патриарха Германа Как Его Хватают Турки Прямо В Храме Вешают Патриарха Было Такое Что Священников В Алтарях Убивали Во Времена Златоуста Где Эти Люди А В Чем Застану В Том И Сужу И Вот Душа Вылетает Из Тела Выходит И Видит Своё Тело Товарищи Здесь Недоумение Еще Последние Конвульсивные Движения Вроде Боль И В Ужасе Душа Сотрагается Неужели Я Была В Этой Храмине Этого Ли Ты Восхотела Душа Моя Ведь Этот Урок Грозный Звонок Божий Колокол Ударил Опомнитесь Опомнитесь Бьет Колокол С каждым Ударом Сердца Опомнитесь Опомнились Ли Мы Если Не Сейчас Нам Опомнятся То Дальше Та Травой Все Зарастает Как же Дальше Мы Будем Жить Товарищи Они Неверующие Товарищи Они Неверующие Они Ничего Не Поняли Александр Рустинов Нет Ничего Их Тут Было Наверное Около Тысячи Вот Эту Всю Улицу Заполнили Все Это Его Товарищи Я Конечно Сильно Сильно Не Занимался Товарищами Но Так Мельком Ни Одного Из Них Не Видел Совершенно Положительного И Думаю Себе Миша Вот Общество Которое Тебя Воспитало Ты Не Хотел Слушать Наставления Отца Не Хотел Слушать Голос Божий Я Ему Сколько Раз Припоминал Когда Он Болел Ангиной Что Врачи Ему Не Могли Помочь И Она Его Может Быть Через Ночью Задушила Бо Эта Ангина Он Не Мог Слюну Проглотить Уж Не Говоря Там Теплое Молоко Слюну Свою Не Мог Проглотить И Слюна Вот Так Течет Я Прихожу С Работы И Спрашиваю Ну Что Были Тут Из Больницы Тоня Отвечает Да Были Ну И Что Да Вот Ничего А тут Андрей Иванович К нам Приехал Как Раз Ну Что Ж Гостю Надо Внимание Так Бы Ему Первое Уделил Как Гостю Мы Поужинали Миша Сидит И Плачет Слезами И Что Промычало Говорить Не Может Не Дает Ему Я Говорю Что Он Опять Промычал Я Еще Спрашиваю Что Он Говорит Она Говорит Канон Я Говорю Тебе Канон Надо Думаю Откуда Такая Религиозность Взялась Чего Ж Ты Поздно Сказала Когда Они Когда Они Ужинали Тогда Было Бы Более Кстати А Сейчас Просто Не Расположен У Меня Там Дух Святой Должен Быть Занят Пищей Говорю Ну Что Ты На Такой Случай Ладно Буду В Таком Состоянии Пойдем Вместе Они Еще Небольшие Были Все Пошли Молиться Что Читали Каприс Святой Богородица Об Избавлении От Печали И Второй Канона Болящим Читал Я Кажется И мы Даже Не пели Или Пели Я Уж Забыл Эти Ирмос И читал Я И Этому Чтению Предал Живую Силу Андрей Иванович Стоял Плакал Все Время Ну И Что У нас Там Под Низом Под Полом Чуть Ли Не Застывает Вода Оттуда Достаю Воду Святую Наливаю Ему И говорю Миша В Три Крат И Выпей Он Перекрестился Слюну Проглотить Не мог А Эту Холоднющую Воду Выпил Выпил И Тут Мы Закончили На Утро Я Уехал На Работу И Когда С Работы Приезжаю Вижу Что Он Хорошо Слава Богу Игнатий Лапкин Сколько лет ему было Александр Рустинов В 15 16 Где-то Так Игнатий Лапкин О Так он Все Вспомнил Это Он Был С Крестом Тут Здесь Вместно Прочитать Как Пишут А Он Был Крест А Он Так Простите Игнатий Лапкин О Так Он Вспомнил Все Это А Он Был С Крестом Тут Здесь Уместно Прочитать Как Пишут Подлинную Запись Анастасии Матвеевны Релеевой Матери Декабриста Кондратия Федоровича Релеева Найдена Была Эта Запись В Петербурге В 1914 Году Под Полом Дома Матвеев Матвеев У Генерала Богдановича Пояснение К письму Исповеди Матери Релеева Анастасия Матвеевна Релеева Была Конечно Глубоко Верующей Православной Христианкой Имея Единственного Сына И Живя В достатке Она Всем Сердцем Материнской Любви Была Привязана К нему И не могла Даже В мыслях Допустить Потерю Его Ее Письмо И исповедь Может быть И смущает Некоторых Из читателей Своим Удивительным Содержанием Но при Всех Своих Недостатках Оно Является Яркой Иллюстрацией Того Как Не Должна Молиться Как Не Должна Поступать Матери Христианки Вмешиваясь Вопреки Воли Божьей На Пролом Судьбу Своих Детей Нам Уже Известно Из писания Что Судьба Детей В Родителях Хорошая Судьба Родительское Благословение Вполне Почило На Детях Тяжелая Судьба В Родителях Надо Искать Причину Родители Основа Благополучия И Несчастья Детей Поэтому Отцы И Матери Не Должны Любить Детей Слепо И Эгоистично И Не Должны Устроять Счастье Детей И Их Благополучие Только По Своему Усмотрению Но Во Всем Должны Искать Премудрой И Благой Воли Бога Отца И Промыслителя Который И Поможет Устроить Судьбу Детей Наилучшим Образом Рылеева Добилась У Бога Своей Воли Настояла На Своем Когда Господь Захотел Забрать Ее Детя В детстве Через Болезни Избавить От многих Страданий Его И Е И В результате Вымолив Его У Бога Она Уготовила Сыну Страшную Участь И Ужасный Конец Доброзумит Детей Божьих Господь Уметь Довериться И Положиться На Бога В Детях Своих И Во Все Пару Минут Пауза Минут Минут все дальше тут этот период какой-то и минуту я говорю большого и интересный материал письмо исповедь анастасии матвеевны рылеевой коня сын мой два раза вымаливала я твою жизнь у бога и сохранит ли он ее теперь когда смертельный страх закрался мою душу я пишу тебе эти строки потому что не смею рассказать тебе все не смею смущать твое сердце моим материнским страхом да будут ясны и смелы каждый твой шаг и каждое помышление но ты ли сам или кто другой развернет когда-нибудь эти листки знайте что все написанное мною святая правда именем твоим клянусь сын мой а ты знаешь что у меня нет никого и ничего дороже тебя я была матерью четверых детей родившегося до моего дорогого конечки и все они умирали в младенчестве как я молилась как я просила господа бога сохранения им жизни и когда я увидела крест на последней свежей могилке последнего из них я не могла стать с колен я упала головой на маленький холмик охватила его руками молила нет требовала требовала живого ребенка живого здоровенького до живого и я вымолила его у бога родился мой конечко батовский священник сельский сказал мне поступите по старинному нашему простонародному обычаю не гонитесь за знатными кувамьями не ищите сильных покровителей мира сего дайте всевышнему выбрать духовных родителей вашему детяте когда понесут его крестить пусть возьмут в восприемники от купели первых встречных мужчину и женщину и нареките ему имя как по крестному которая пошлет вам бог в отчаянии которая сменилась надеждой мы с мужем так и поступили когда ребенка вынести на дорогу то первый кто нам встретила кто там встретился наша матушка был отставной солдат на деревянной ноге и старушка нищая мы с мужем одарили их как могли усадили как хозяев за крестильный стол и они стали нашими кумавьями служивого звали кондратья так мы и назвали нашего сына конечко остался жив три года я была счастливой матерью кончика рос хорошо радовала меня наш домашний врач доктор радовался вместе с нами и вот новое горе пришло в наш дом конечко тяжело заболел круп он метался в жару никого не узнавал и задыхался наш врач сразу попросил созвать консилиум приехал известный доктор из петербурга осмотрел конечку и молча вышел из комнаты разговаривая только с нашим врачом а уходя сказал федору мужу бывают чудеса если вы набожные молитесь со мной врачи не говорили разве мне нужны были слова я же мать я и так понимала что мое дитя обречено мой конечко мое счастье единственный кому нужна была моя жизнь наступила ночь как считали врачи последняя ночь моего сына я отступила я отпустила мамушку и осталась одна у его постельки ребенок продолжал метаться он весь осунулся личико его посинела а из горла слышался свист сменявшийся страшным заставляшим сживаться сердце хрипение матери мне неведомые и мои современницы и те которые быть может еще не родились вам пишу я эти строки всем вам и счастливцам которые растят здоровых и крепких детей и тем которые слышали предсмертный хрип своего ребенка вам говорю я поймите меня и прочитав все что я пишу дальше не осудите у меня умирал мой единственный сын моя надежда моя радость где искать защита от злой судьбы в чем ли в ком ждать спасения неужели тогда на могиле моего ребенка затем и вымолила я его чтобы через три года утратить этот чудесный дар вновь рожденный при жизни не может этого быть это слишком жестоко ведь мы именуем всевышнего человеколюбцем призрый человеколюбчина скорбь мое истинание мое молимся мы вот оно спасение только в милосердии божьем только в нем и я упала перед иконами висевшими в прежнем углу как я молилась никогда в жизни не до той ночи не позже я не знала такого состояния поистине не в тот час я была не в себе тогда вся душа моя была полна мольбы и надежды не заученные молитвы повторяла я а скорбь матери говорила за меня я не знаю что случилось со мной в тот час но душа моя возмутилась я протянула руки к богу и закричала всемогущий боже ты сам молился в садуге всеманском если возможно да минует меня чаша сия пойми же и меня в моей скорби все страдания которые ты захочешь послать извергни на меня в моей скорби но спаси жизнь моего сына ты учил нас молиться да будет воля твоя но я говорю только в единственном числе да будет моя воля верни мне сына утверди волю мою теперь скажи мне да будет воля твоя я не знаю сколько времени я простояла перед иконами я даже не знаю где я была только не на земле и вдруг я почувствовала неестественное забытье какой-то странный необыкновенный сон заснуть когда умирает мой колечко мой сынок да разве можно я поднялась с колен взглянула в последний раз на образ ангела-хранителя зажженной свечой в руках висевшие с другими иконами прошептала заступись и шатаясь побрела кроватки моего несчастного ребенка не знаю сколько времени прошло что было дальше кажется я сидела склонившись над умирающим ребенком и целовала его худенькие судорожно сжатые ручки как вдруг оттуда где я только что стоял на коленях раздался голос опомнись женщина ты сама не знаешь о чем просишь у господа и обернулась и увидела ангела-хранителя стоящего с горящей свечой предо мною киот в котором висела икона был пуст как странно и даже будто так и должно быть не испугалась глядя на нее я только сложила в мольбе руки опомнись опять заговорил ангел и в его голосе я услышала скорбную каризму не моли о выздоровлении сына бог всеведущ он знает зачем должна угаснуть эта жизнь бог милосердия и он хочет избавить тебя же от ужасных страданий но страдания ждут не только тебя будет страдать и твой сын хочешь я покажу тебе что его ждет неужели и тогда ты будешь упорствовать слепоте своей да хочу покажи все а я и тогда буду молить буду молить бога о жизни моего сына да будет воля моя следуй за мной женщина и ангел словно поплыл предо мной паря в воздухе я шла сама не зная куда я проходила длинный ряд комнат отделенных друг от друга не дверями от толстыми темными завесами перед каждой завесой ангел останавливался и спрашивал меня ты упорствуешь ты хочешь видеть что будет дальше до отвечала я да я хочу увидеть все я ко всему готова и тогда ангел отодвигал следующую завесу и мы входили в следующую комнату и голос ангела становился все строже и лицо его когда он поворачивался ко мне из скорбного становилась грозным но я шла дальше без колебания шла за жизнью моего сына в первой комнате куда я пошла я увидела моего конечку в кроватке где он уже не умирал но тихо спал румяный и здоровый я протянула к нему руки хотела броситься к нему но ангел властно простил руку свою позвал меня с собой во второй комнате я увидела моего мальчика отрока он сидел за столом он учился что-то читал увлеченные книги и даже не поднял на меня глаза в третьей комнате который мы прошли очень быстро я увидел его его юношей в военном мундире он шел по городу который мне был неизвестен и казался чуже странным коня промеркнул мимо и даже не остановился ни на минутку он не видел своей матери в четвертой комнате я увидела его совсем взрослым в гражданском платье он был чем-то занят мне показалось что он был на службе мы мало мы вошли в пятую комнату в ней было много народу совсем незнакомые мне люди о чем-то говорили спорили было шумно но вот поднялся мой сын и как только он заговорил все сразу замолчали все слушали его с великим вниманием и я бы сказала с восторгом я слышала его голос он говорил громко и отчетливо но я не усваивала ни одного слова я не понимала и ангел уже подводил меня к следующей завеси и когда он обратил ко мне лицо свое то я ужаснулась его грозной силе сейчас ты увидишь ужасное сказал он сурово это ужасное ждет твоего сына а думайся пока не поздно если ты войдешь за эту завесу все предначертанное совершится вот я повею крылом и свеча угаснет с ней же угаснет жизнь твоего ребенка и он избавлен будет от мук и покинет землю не зная зла хочешь ли ты видеть то что сокрыто за этой завесой бог милосерд сказал ты он пощадит нас хочу веди меня да будет воля моя отвечала я и пошла вперед ангел раздернул завесу и за ней я увидела виселицу ужас сковал меня я вскрикнула и проснулась или вернее пришла в себя очнулась я сидела все так же склонившись над кроваткой конечки и рука моя от и рука моя оказывается держать перо и рука моя отказывается держать перо но я должна дописать все сын мой радость моя единственный мой он сладко спал повернувшись ко мне личиком и тихо я не смела верить своему счастью а счастье было так велико что заслонила собой все страшное что я видела в ночные мгновения видениях я только плакала и благодарила бога а потом потом настало потом начало постепенно сбываться все что я видела в ночные часы что показал мне в ту ночь грозный ангел никому я не рассказывал о моем сне я сама боялась вспоминать о том и только один раз вздрогнуло мое сердце когда коня служил в армии и с войсками нашими изгонявшими наполеона проходил через европейские государства он задержался в дрездене у родственника нашего михаила релеева бывшего тогда комендантом этого города сын мой отличался остроумием и насмешливостью и очень скоро посыпались на него жалобы от проживавших там русских по молодости своей и нраву склонному к знаниям гуманистическим он писал эпиграммы и сатиры на угрожавших его в обществе михаил николаевич приходившийся ему двоюродным дятей вызвал его кричал на него и велел ему в 24 часа покинуть город иначе я отдам тебя под суд и расстреляю сказал он сыну конечка же смелый на язык ответил ему не пугайте любезный дядюшка кому быть повешенным того не расстреляет что же сын мой чувствовал ты или знал не не так далее когда ты метался в жару на пороге смерти задыхаясь от удушья мучили твою детскую душу те же видения страшные как и мои твоей матери который ты не узнавал бреду жарко кто ответит мне за это кто ответит мне на это кавычки закрыты релеев кондратий федорович 18 скобках 29 сентября 1795 года село батыва ныне гачинский район ленинградск село батова и дата смерти 13 по старому стилю 25 июля 1826 года петербург русский поэт декабрист из мелко по местной дворянской семьи учился в петербурге первом кадетском корпусе с 1801 по 1814 года участник заграничных походов русской армии 1814 1815 года в 1818 году вышел в отставку служил заседателем петербургской уголовной палаты 1821 года правителем канцелярии российской американской компании с 1824 года в 1823 году стал членом северного общества декабристов масонов возглавив затем наиболее радикальную и демократическую его часть своих политических взглядов релеев эволюционировал от умеренных конституционно-монархических к республиканским сыграл ведущую роль в организации восстания 14 декабря 1825 года жил 31 год казнен в петропавловской крепости в числе пяти руководителей восстания большая советская энциклопедия александр устинов ну как же игнатий лапкин нет вот сейчас когда эта беда случилась александр устинов сейчас даже я игнаша не могу и сказать потому что часто они вот в таком виде спросишь где крест оторвался но почему же у меня не отрывается и я всегда его ношу на себе смотрю ниточка устарела возьму заменю почему у вас то он вырывается отрывается и даже не могу сказать тоня говорит что вроде бы на нем крест но потом может в морге сняли игнатий лапкин дома за стол садясь молился хоть немножко у вас же он здесь жил хотя внешне рукой то шевелил александр устинов да маленько молился да да конечно молился игнатий лапкин а в церкви когда был последний раз когда прочищался александр устинцев александр устинов причащался он года четыре назад и исповедался игнатий лапкин и после армии он даже не был в церкви александр устинов даже не был как я не настаивал в тот пост чтобы ему поисповедаться причастить его конечно не причастят после столь долгих лет жизни в грехе я говорю но хотя бы и 5 мю будешь нести а потом после исправления 5 мит тогда уж причастят но он так и не нашел время игнатий лапкин вы его в последний раз видели в какой день александр устинов я его дня два не видел до моего отъезда в церковь игнатий лапкин вы его в церковь звали последний раз александр устинов я постоянно как только уезжаю так всем говорю собирайтесь церковь вот при мне вроде засобираются а как я уехал там их нет у них здесь свои занятия товарищи подруги и так далее раз отец уехал то они свободны еще такая вот тенденция если мы остаемся дома молиться почему-нибудь бывает дома остаемся молиться эту же службу точно то они рвутся в церковь поедем в церковь с глаз отца говорю мы ведь дома будем молиться эту же службу справлять в церковь церковь я чтобы не сказали что не пускал церковь скажу ну и жайте кто хочет а с остальными дома молюсь когда сам болею или с картошки приедем только какая тут церковь мы уставшие грязные не успели значит тогда дома молимся в церкви он был перед смертью примерно недели за три и гнати лавкин это бедата какого числа случилось александр устинов 21 и гнати лавкин 21 июля 1979 далее в скобках родился 24 января 1958 года жили на улице олега кашевого 7 в городе эскетиме новосибирской области когда вот так все обдумаешь посмотришь что еще раз скажешь на первом месте страх господин александр устинов до игнати лавкин на первом месте страх господи не двигайся по нему и серахова 839 во всех делах твоих помня о конце твоем и вовек не согрешишь а надежду то говорит господь при жизни приобретая верою но слово божие смотрите с какой решительностью говорит иоанна 3 36 верующий в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем как гнев божий отвратить когда отец разгневался когда сказал или своим сыновьям они не слушались 1 царств 225 если согрешит человек против человека то помолятся о нем богу если же человек согрешит против господа то кто будет ходатаем о нем но они не слушали голоса отца своего ибо господь решил уже предать их смерти вопрос стоит ответа так и нет в библии и об этом же говорит и и иеремия мишины друзья если бы они были верующими сколько здесь было бы слезных молитв к господу господин вот мы были на деле твоем людям помогали и вот ты допустил испытать нашу веру как написано диане 82 стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем а здесь что их рядом не хочется видеть они еще и к гробу пришли это скопище бесовское александр устина в бесовское скопище пришли пьяные и тут же сквернословят здесь же на улице у меня заботы свои ведь без меня духовную сторону никто тут ничего не сможет значит мне нужно здесь и без меня приготовить тело по веребению никто не может без меня хлопотать транспорт никто не может и вот я тут и там и только их дело готовили стряпали игнати лапкин ну и как его товарищи передают что он последнее сказал когда он уже понял свое состояние александр устинов сказал он так серега меня порезали потом серега я умираю прости серега и все на этом умер игнати лапкин а кто этот серега александр устинов ну с ним товарищ игнати лапкин серега не бог не христос а серега все заменил плохо на серегу то надеяться что же серега не мог дать совет то напутанное слово сказал бы взор к небу подними мишенька туда ведь надо идти то нам александр устинов до им бы никогда им было некогда вздохнуть на небо у них все были свои дела земные чтобы здесь на земле показать себя героями вот видишь я умею драться вот у меня видишь техника драки какая раз он мне заявил ты не знаешь как я умею драться вроде того смотри а то мол я и тебя могу зашибить а когда фазанки то учился вот так пьяный да пьяный придет пьяный да пьяный один раз пропадал где-то двое суток не было его и в пять часов утра мы с тони только проснулись я пошел до ветра и она услышала меня и пошла за мной выходим смотрим что-то такое шарашится возле окна глядь мишка был конец ноября уже холодно снег и мороз были шарашится я говорю ты чего здесь делаешь он да вот меня побили кто тебя побил где ты был ах ты негодяй ах да ты ж пьяный да как же ты смеешь так где ты бываешь ну что с пьяными разговаривать говорю ложись спать проспался я стал его расспрашивать а он ответы мне давать я ему пощерчину а то не тут же на меня ты что он идет к директору фазанки и говорит дайте мне место в общежитии что разве у тебя жить негде у тебя же родители есть есть но я с отцом жить не могу почему волосы с ними да все строжится а если не дадите я его пришибу меня директор вызывает прихожу он вздыхает уж не знаю как вам говорить с чего и начать ну говорите раз вызвали он так и так ваш сын пришел и просит место в общежитии и вы что дали да нет я вот у вас и вызвал поговорить я говорю вот так ведет себя очень плохо вы знаете что он мне сказал если мне не дарите место в общежитии то я отца пришибу понимаешь но какой он был тогда как это как это мог пришибить игнатий лапкин дух то уже был дерзкий александр устинов ага дерзкий я пришел говорю маме вот так тоня пришибу неправда неправда не может быть ну ладно тогда сама иди разбирайся был канон была неделя об лудном сыне пред масленицей масленица и великий пост рядом и великий пост мы включились в постную молитву пост поклоны мы говели в первую неделю и вот мы говеем а вот пьянствую и как раз утром я с ним встретился и на него начал что ты делаешь до каких пор ты будешь нас терзать почему ты так делаешь вы сейчас люди хлеба не едят воды не пьют постятся а ты что он какие-то там три рубля получил за каких-то несколько дней потому что они не учились не работали им за на питание выдали деньгами значит три рубля уже сложились товарищами гульбу устроили он не начал так грубить я его по щеке он же меня по рукам давай бить я говорю как ты смеешь из-за него это из-за него это плотной рукой хотя и говею за что сделать больше а что делать больше сделать больше мать тут же на меня что это ты ты его ненавидишь вот такие вещи я говорю знаешь что я бы без тебя истинно говорю лучше бы поправился они бы у меня были послушными уж требовать так требовать одно чтобы они знали как нам жить а теперь они не знают ты их развинчиваешь я с них требую порядка а у нас что получается мы как бы с тобой в одной упряжке две лошади только одна тянет прямо а другая тянет влево да еще назад можем мы с тобой можем мы с тобой увезти в воз воспитания нашей семье приведем мы их богу сами войдем с ними к богу а вот ты бы все порол да порол а я говорю ты тут мне перечисли когда их порол а уж для порядка так вот маленько похлещу это бывало потому что а что больше делать он не хочет не слушает слов не подчиняется делать свое делать такое просто невместимое ни в какие рамки игнатий лапкин слово божие повелевает не его жалеть а розги не жалея они ведь деньги стоят а про него даже не в одном месте библии не написано что жалеть а написано сокрушай чтобы после можно было тебе утешаться иначе говорит при всяком крики его будешь тревожиться полностью исполняется когда остается дитя в небрежении то шея делается и ребро упруги в непокоривым а кому если спросить в городе доказала силу свою у него разряд какой-то был под раком александр истин нет не было никакого игнатий лапкин а вы слышали что попенченко двукратный олимпийский чемпион вышел уже некуда и он погибает александр истинов и все и нет жизни игнатий лапкин а если бы ты молился на молитве некоторые погибали то душа прямо к богу идет как путешествие пилигрима читаем и одни видели как горело тело а другие видели как душа к небу на колеснице возносилась когда протопопа овакуума сжигали то куда он поднял взор какие последние слова говорил до самой смерти смотрите домашняя церковь у вас гляжу все ребята сильные все здоровые в здоровом теле говорит здоровый дух ведь враг как обманул если бы так было а получается сейчас так что в больном теле дух то стал лучше потому что он не развращается александр истинов те о смерти помнят а эти ведут себя так как будто они бессмертны игнатий лапкин вы к тому месту уходили где у них драка была не видели александр истинов я не мог идти говорят что там кровь игнатий лапкин во сколько часов было александр истинов говорят между пятью и шестью часами игнатий лапкин светло еще александр истинов они же сразу с работы выпили игнатий лапкин вам кто сказал первый голос девочка сказала соседка тонька плачет александр истинов тонька а она как узнала голос зинка ее встретила рассказала игнатий лапкин кто это александр истинов федя игнатий лапкин это федя первый вышел ну какое у тебя чувство было сердце тебе что подсказала федя я думал может быть она ошиблась не поверю игнатий лапкин правильно так и должно быть настолько это нереально вот я только это слово и понял передали нам а я не могу никак ухватить застыл дух мой и все да нет они же были здесь я разговаривал с ними они были они с володей валя была валя старается чтобы им сказать здесь она прямо желала чтобы миша услышал не знаю что уж так она о нем заботилась я говорю он не нуждается надя с ним отдельно беседовала миша ну ты давай а он совсем другое смотрит где девчонки да что я говорю к чему это сейчас душа твоя найдет успокоение и господь усмотрит остальное они на койке тут вместе с володей еще были гляжу парень какой вырос какой был бы проповедник труженик священнослужитель не нуждается пошли дорога еще решили с ним поговорить и вижу что совсем ничего духовного в нем нет александр устинов ничего нет игнатий лапкин как в доску куда бросаешь слова думаю ах какая печаль а посмотреть это надо же вырасти такому бог дал все органы все здорово и подвижный такой как ртуть и все ни к чему каждая клеточка была переполнена одной гордостью александр устинов гордостью уже гордостью у всех наших у лени очень сильная гордость и у федя она есть игнатий лапкин а вы им напомнили как нас с вами за бороду таскали тот напавший на нас был в электричке один такому мисс гирю мы бы по разум почерпнули и вытаскивать некого было бы а мы только головы за бородой поворачиваем и все ведь нашелся среди них какой-то сотрудник вытащил документ сотрудник вытащил документ заставил его нам поклониться за своими мандаринами если это от бога то что ты гоняешься убиваешь меня пусть будет это в жертву благовонную господу а если люди тебя на меня натравили то прокляты они от бога так вот если на нас что-то есть так от кого это господь видит для чего дереву место занимать прихожу плода нет александр устинов да да вот я так рассудил игнатий лапкин я не знаю определенное здесь но может александр устинов да так точно так ведь сколько было проповедано сколько было сказано и никогда не был подан пример неположительный я говорю им вы не будете лучше меня вы бы хотя бы вот дойдите вот как я вот так живите хотя а когда дойдете до моего совершенства тогда я скажу желательно бы и побольше и получите а пока вот и и ведь они у меня не учатся они учатся вон там за воротами там все оттуда берут игнатий лапкин вот я спрошу тогда леню леня если бы сейчас давай чуть-чуть побеседуем потому что этот разговор первый он видимо и последний будет если бы сейчас вдруг мишу отпустили бы оттуда на побывку а ведь были случаи что бог отпускал на побывку александр устинов изредка да игнатий лапкин и изредка некоторым людям бог давал и заметьте когда говорит многие вошли во святой град иерусалим или лазаря бог отпустил лазарь то ведь четверо дневный был и богу ничего не стоило четырехлетнюю поднять тогда христос на кресте умер то давно уже умершие воскресли и и сказал бы бог отпускаю но только под одним условием я тебя отпущу и ты будешь мне служить согласен согласился бы он или нет сейчас пойти на землю и пожить здесь опять своей семье но богу служить александр устинов думаю теперь бы согласился игнатий лапкин а вы помните богач то неразумный он никого не любил а теперь заботится о пятерых братьях теперь мне кажется и я не скажу здесь лишнего что сегодня бы мы получили телеграмму от миши он говорит скажите братьям моим чтобы они не пришли в это место александр устинов да и чтобы не жили так как он жил истинно игнатий лапкин может быть такое александр устинов истинно он сейчас бы он он сейчас вспомнил и все мои подруги и чтобы чтобы он был человеком и все мои старания и слезы и горечь и вспомнил все мои эти наставления и теперь он себя ругает и ужасно зачем я не послушал отца игнатий лапкин свидетельство которые умершие дают показывают что самое ужасное из всех мучений то что открывается для человека бьющая его мысль и я мог быть в числе спасенных он перебирает по секунде всю свою жизнь александр устинов вот сейчас вы еще можете быть спасенными если повернетесь к богу лицом можете быть спасенными а уж миша нет все дела идут след вас игнатий лапкин если бы говорит была возможность вернуться и и перебирая человек в памяти некогда слышно то вот тогда говорили о и я мог бы не здесь быть и тогда говорили не трудно было ох как хорошо тогда было александр устинов христос сказал христос сказал иго моё благо игнатий лапкин да господи дай мне одну каплю влаги то есть на один день бы на землю вернуться на одну минутку но я ожидал тебе слишком много этих минут сегодня старый проповедник имя которому смерть еще раз проповедует для нас у гроба ближнего воспоминаниях о нем хотелось бы чтобы он сейчас был здесь рядом и мы бы ему сказали но вот смотри господь отпустил тебя только для того чтобы засвидетельствовать как ты смотришь на результаты своей жизни теперь положительно или отрицательно как вы думаете если бы его мысли сейчас попытались прочитать то чтобы он нам то чтобы он нам ответил сейчас предположим что его отпустил господь ты повидаешься это уже тебе в благо в радость что повидаешься но только с заданием расскажи какие твои мысли и как ты судишь о всей своей жизни чтобы он сказал александр устинов я думаю он сказал бы что его жизнь до сели была порочная и повинная игнатий латкин тогда для нас его голос был бы даже важнее чем ваш отец говорит правда скажешь но ведь ты сам тамошнее не видел многие уже прожили жизнь могут говорить но самые лучшие светили те которые сами видели вот богач в аду и он даже мыслей никаких не подал чтобы что-нибудь как-нибудь для него сделайте хотя церковь имеет это на жду надежду подает людям в том что молиться за умерших у богача евангельского самое главное была забота о том дабы братья в это место мучения не пришли вдруг в нем открылась любовь к братьям чтобы сюда они не попали после смерти он об аде разве не знал как же он не знал когда сам сидит в аду и говорит братья у меня там пятеро еще могло быть и пятнадцать братьев я мучаюсь в пламени всем то что на земле получил удар это еще не мучение это только как отзыву как бывает когда ударят и у нас что-то зазвенело настоящее только начинается и при том вечно навсегда для чего мы крест носим напоминание о христе напоминание о нашей смерти а ведь люди которые там были несколько дней назад меня точно так же остановили тридцать копеек просят я говорю на погибель вам даже и не жди никогда не дам есть но никогда не дам потому что то что ты сделаешь в нетрезвом виде бог поделит нам пополам а один подошел стакан просить я говорю начни говорить с вами и вы начнете материться сейчас тот но что ты там начал замолились тот постой постой ты скажи как говоришь я говорю вот куда вас завела партия в семнадцатом году можно было заигрывать в броневиках кататься да в шалотах шалашах прятаться а вот сегодня пусть по вашей улице ночью пройдет лысый смутьян вызволить бы его все равно один раз живу почему бы и не говорить правду заблудили весь народ ты скажи им правду верно второй подходит ты послушай говорит третий отходит с бутылкой а я говорю утро только-только солнышко сходит магазины еще закрыты а вы какую-то палитру разбавили еще копейки ищите стакан бог для че для этого ли жизнь дал ты же себя изнутри разрушаешь 1 коринфянам 3 17 если кто разорит храм божий того покарает бог ибо храм божий свят а этот храм вы а где можно это услышать он никогда не слышал он спрашивает где это можно услышать завязался разговор а здесь вам таких вопросов и задавать не надо на столе лежат библия два евангелия на ваших улицах у многих ли такое есть ваш дом сегодня не миллионы а сотни миллионов миллиарды людей из того света хотели взглянуть прочитать самое ужасное говорится что на том свете люди не могут даже вспомнить имя иисуса как показано было святым я говорит хотел перекреститься не знаю как и кому хотел вспомнить имя иисуса не могу одну молитву знал отче наш и ее не могу прочитать даны только воспоминания о грехах и я мог быть спасен вечность огонь внутри как засима говорит у достоевского и огонь наружный церковь не отрицает ни того ни другого огонь угрызения совести для нас иногда бывает ужаснее того которые люди разжигают под нами а сегодня для всех нас еще есть возможность покаяния исправления призыв дан как мы на него отреагируем Александр Устинов да призыв дан для нас он является скорбью а ведь для нас этот призыв должен явиться уроком мы скорбим а я о чем все больше скорблю душа то ну тело так и так ему погибает но пусть так он погиб он и иначе бы как-то мог погибнуть но ведь душа то теперь она безвозвратна вы понимаете если бы сказала мне церковь что я таком можно молиться я бы стоял и молил вы свидетели вы видели как я первые дни молил господа а потом думаю ну что ж я докучать то буду читаю канон и не могу читать его я лгу понимаете лугу господу и вот думаю себе кому больше надо иметь любви к богу ему верить или детям своим верить мотфея 10 37 ибо мотфея 10 37 кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня и кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня и ведь не обо всяком можно молиться тот который веровал но почему-то без покаяния умер а таком надо обязательно молиться и с удовольствием а вот когда человек сопротивляется и даже вот в самом деле как он мне сейчас напомнил а я ведь как-то не обратил внимание на то ну хоть бы в последние минуты мишка сказал бы господи прости а он Серега прости Игнатий Лапкин иуда тоже ведь просил прощения но у кого невинную кровь я предал а в ответ получил а нам что сам смотри ну и Сережа так же скажет а нам что до того ты смотри Сережа думает как бы ему не воткнули нож в бок беда то в чем что если мы не научаемся через эту беду то с нами только хуже будет Александр Устинов да тут Андрей Федотович приходил позавчера в воскресенье он это же говорил я так говорю что если вот это для нас не послужит вопиющим уроком то для нас наказание будет еще хуже я говорю я за Мишу хоть как-нибудь молюсь хоть и против совести своей но молюсь но за вас молиться не буду знайте про то потому что это первый урок дан и вы должны извлечь отсюда а если не извлечете за вас молиться не буду вчера так им и сказал случись еще с кем на почве хулиганства вот такой слушай даже в похоронах участвовать не буду Игнатий Лапкин заметьте как человеку хочется доброй кончины к нам то сведения дошли совсем другие Миша благочестивый христианин первое во вторых он совсем не повинный стоял и вдруг налетели и ударили его он стоял на вокзале чинно трезво никому не лез так люди выдают желаемое за действительное я же теперь не могу верить кому-то а только вам и скорбь наша увеличилась более теперь но я благодарю вас что Бог подает вам мужество как отцу вынести это теперь и сказать правду не приукрашивая пред людьми можно украсить а как же пред Богом Александр Устинов да толк то в том какой Игнатий Лапкин да и знающий как на самом деле было что скажут лгали в жизни да еще и при смерти последний раз и лгут значит охота всем хорошую кончину иметь праведную не повинно стоял если бы с вокзала шел домой с моления и погиб вспоминаю как один старичок при мне потерялся и утром его только нашли каждый раз когда он уходил в храм то всегда прощался и вдруг находят его оттащили и в воду сбросили да еще ткнули кажется в Новокузнецке два года назад погиб иеромонах Дорофей поехал в монастырь грузинский да там и исчез власти на него видимо злые были он ничего говорят не видел в мире ничего не хотел сколько он получал никто не знает это рясу никогда не снимал по улице идет она трепещется на нем все смеются над ним а он этого как-то не понимал обычно чем священники занимаются да как правило какими-то пустыми разговорами это же не секрет а этого никогда никто в таких разговорах пустяшных не видел в епархию приедет смотришь уткнулся в уголке что там Дорофей делает да опять Евангелие читает служба идет никто проповедовать то не хочет не хотят учить и дали ему на часах слово сказать весь огнем горит кончается служба позволь еще раз сказать каждой душе готов был душу отдать до единой копейки все куда-то шло кого-то где-то находил он и вдруг потерялся сообщают нашли где-то прибило к берегу видать убили и в реку сбросили в одежде с крестом о таком сам язык говорит упокой его в обителях небесных говоришь упокой а сам думаешь а он в обителях твоих господи из богослужения еще молимся о упокоении душ усопших рабов божих преснопамятных патриарх Тихона новопредставленного иеромонаха Дорофея и всех здесь ныне нами поминаемых пред отец и братья наши и иже постимся им всякому прегрешению и иже проститься им всякому прегрешению вольному же и невольному да ученит Господь Бог души их где праведные упокоятся милости Божией Царство Небесное и оставление грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим Господу помолимся в облаженном успении вечный покой подожди Господу усопшему рабу твоему новопредставленному иеромонаху Дорофею и всем здесь с нами поминаем отцам братьям нашим и сотворим вечную память Игнатий Лапкин ничего не хотел видеть кроме Иисуса Павел говорит филиппийцам 1.21 ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение а для нас смерть это ужасная трагедия крушение наших замыслов замыслы то были неплохие сейчас бы сидел брат ваш здесь разве это было бы плохо всем не отомстишь всех не убьешь вы вспомните сейчас сколько в мире действует гангстерских групп мафия за ребежом а сколько здесь ну всех то никак не уничтожишь президента убили и то не могут найти убийцу по сей день президента не уберегли если господь отнял руку то все Александр Устинов вот смотрите вместе злачным вместе покойным где же лица святых веселятся душу раба представлена у покой христе единый многомилостивый нужно откровенно говорить откровение двадцати двадцать семь и не войдет в него ничто не чистое и никто преданные мерзости и лжи а только те которые написаны у авенцев книги жизни при этих условиях можно вот этот стих на нем исполнить еще где же лица святых там учени владыка душу послужившего тебе верно всем сердцем было это с Мишей можно вот эти слова которые я читаю и сам себе и сам себя обвиняю господи да что же я лгу тебе выходит уже ли ты этого не знаешь что он не служил тебе поносившего иго твое на арминах на плече своем иго господне нес ибо ты един владыка животу и смерти но есть стихи которые не возбраняет совесть читать а иные стихи прямо страшно произносить вот смотрите упокой спаси наш с праведными раба твоего и того в селе во дворы своя но неужели из этих боксеров будут дворы господни устроены наполнены боксерами этими далее презри ему все согрешения для его блага вольные и невольные и так далее вот тут много таких стихов в каноне за едино умершего которые прямо страшно читать вы живите так дети мои чтобы о вас потом церковь могла все это с радостью читать человеком будь при жизни приходится мне вы знаете читать каноны по умершим немало так вот когда человек в вере жил и это читаешь все прямо как за чистую монету пред господом говоришь все это так оно и было он служил всем сердцем тебе такие есть люди служат всем сердцем читаешь и радуешься сам и там уже идут слезы не горести а радости Игнатий Лапкин Леня как ты услышал где был дома Леня в армии Александр Устинов ему дали телеграмму он по телеграмме Игнатий Лапкин это ты по телеграмме сейчас здесь вот как когда тебе телеграмму принесли то ты как Леня мне ее не принесли еще с телеграфа позвонили в часть нам Игнатий Лапкин и что сказали Леня брат помер Игнатий Лапкин ты не понял кто Леня я сначала не поверил даже Игнатий Лапкин у всех одинаковое чувство значит действительно плоть каждая клеточка организма протестует против смерти Александр Устинов а я сразу поверил я только знаете как поверил думаю себе Миша пробил час твоего возмездия больше ничего не оставалось я ведь только предупреждал его ты погибнешь ужасно предупреждал столько раз ужасно ты погибнешь почему ты не боишься этой гибели да нет это не клятва это предупреждение я предупреждал его просто я видел что это так должно быть я только не видел в какое время я чьи руки вот этого я не видел а я видел что так должно быть Игнатий Лапкин Клёнин ну ты то до самого дома ничего не знал когда ты в избу вошел кто тебе первый сказал Александр Устинов он уже на улице убедился тут уже народ был Игнатий Лапкин так он успел Александр Устинов да успел Игнатий Лапкин так ты где то недалеко был Леня почему я самолетом прилетел Игнатий Лапкин ты захватил его сильно жалко Леня конечно Игнатий Лапкин вот как неожиданно Господь отзывает мне вспоминаются слова Солженицына есть ты боже долго терпишь да крепко бьешь Александр Устинов а так оно и есть когда много нашалил тогда и должны быть боль больней удары а божье долго терпение мы не должны считать за попустительство это долго терпение дает возможность покаяться Игнатий Лапкин вспоминаются слова когда люди подошли ко Христу был такой случай пошли молиться в храм зашли и не так стали вести себя воины оскорбили некоторых воинов и даже убили евреи горячие были не так жена ведет себя убить ничего не стоило Матфея 19.8 Моисей же по жестокосердию вашему позволил вам развалиться с женами вашими тогда посылает пилат войска и в храме когда они приносили жертву быков овец с такой жестокостью убили их что их кровь смешалась с кровью жертв а некоторые в этот день как раз не пошли в храм и конечно каждый подумал хорошо что не я там был значит Бог меня спас я не такой а Господь в ответ сказал Лука 13.3 нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете много вас будет Господь убивать мало будет и вдруг никого не будет Александр Устинов не покайтесь все погибнете Игнатий Лавкин сегодня мы сидим здесь сейчас мы может быть за дверь только выйдем и все скажу только за прошлый год мне особенно часто пришлось буквально при смерти быть вы что пороху не видели не слышали как снаряды рвутся но Бог вас сохранил сколько раз за годы войны можете подсчитать Александр Устинов оооо всего даже не припомню а то что помню это ужасно Игнатий Лапкин и Бог сохранил Александр Устинов да значит наши на реке ведут обстрел туда где огрызаются те да значит наши на реке ведут обстрел туда те огрызаются обратно у нас перебила антенну Я полез ее соединить. А немцы бросали в это время минами. Так, мины метра через два, три, там, там, там. И вот, понимаешь, а я внизу. А взрыв как-то так идет, понимаете, как бы в тени этого. Зубами открыл изоляцию. Разве это не смерть? Я был всю войну на передовой, Александр Иванович, начальником радиостанции у КК Рокоссовского. Это одно. Война кончилась. Едем. Нас 11 человек едут по хозяйским вопросам. Свиней, посуду, койки везем. Машина тентом закрыта. А малое совсем расстояние тентом не закрыто. В этом пространстве мы сидели с приятелем. Он мне голову на плечо, я ему и спим. Бендеровцы нас обстреляли разрывными пулями. То, что в этот брезент прикасались, они тут же разрывались. А то, что вот в это пространство легли пули, они поразили первым моего друга. Вот сюда попала разрывная переносицу, в голове разрывалась. А моя-то голова рядом. А пули-то летели и там за нами. А пули-то летели и там за нами поразили. Вот где она могла пролететь Вот где она могла пролететь Вот тут могла, вот тут Там могла пролететь Возле шеи, в затылок Тех поразили, а я остался А сколько таких случаев Вел караул на смену Караульное помещение в подземелье Пошел дождь, размыло там земельные приступки Все стало скользко Темнота абсолютная Вылез сам, командую Вылазьте Но вот двое вылезли, третий не может вылезти Подаю ему руку, давай руку А он мне в это время штыком сюда Он прыгает Скачет, а винтовка-то С собой штык прямо вот сюда И поразил там А я думаю, в глаз Он мог бы этим штыком, если бы Чуть-чуть побольше прыгнул И все, дальше хорош А таких случаев Игнатий Латкин Вот что значит защита Господня Значит ждет чего-то еще Господь Александр Устинов Еще чего-то ждет Игнатий Латкин Конечно, больше чем ваш отец Говорит, никто этого уже не скажет И прошу вас простить меня Что тут говорю сверх этого Тоже все через край переливается Но хотелось каждому сейчас возвысить Голос любви Опомнитесь Александр Устинов Главное, опомниться надо Что нас всех ожидает Участь Мишина Мы можем так же подвергнуться Этой участи Апостол Петр говорит Ангелы были Вон какие Превосходные Куда превосходнее нас Не пощадил Грех сделали Не пощадил их Мир допотопный Сделал грех Пред Богом в развращении И тех не пощадил Содом и Гоморра Окрестные пять городов Не пощадил Господь И думаете Нас пощадит Как Ирод сделал Что пришли воины Кров богомольцев С кровью жертвенных животных Смешали И говорит Что если не покаетесь Все погибнете Вот это Нас как раз касается Если не покаетесь Ходите и думайте Об этой фразе Не покаетесь Все погибнете Игеннадий Лапкин Как же говорит Так же Добавляет Так же говорит Так же Добавляет И у вас на столе газета Вы не читали известия Там написано Слово убийства И дальше Я сейчас садился И успел прочитать В Матриде Девять адвокатов В одной комнате И вдруг забегают террористы И девятерых С автоматов Посекли Пятеро насмерть Остальные ранены Адвокаты Сами судили других И вдруг В этот же момент На суд божий Адвокаты И как специально В коммунистическое отделение Которое бога не признает Я вспоминаю Альдамора Вы читали о нем? Шесть охранников У него Едет в городе Председатель Совета Министров Как Косыгин В Советском Союзе В Италии В Италии дело происходит Сзади едет машина С охранниками Рядом с ними едет Центральные улицы Рядом с ними едет Центральные улицы города Нигде никого нет посторонних Все свои Тишина Тут идут стюарды У них не стюардесса А мужчины И вдруг Поднимаются Плащи И у всех автоматы Строчат Вся охрана Перебита Его вырывают Из машины В неизвестном направлении Вся полиция Всей страны Интерпол Подключен И нигде не могут найти Пятьдесят С лишним дней Ищут Они требуют Выкупа за него И наконец Из решетили его И сказали Заберите В багажнике Машине лежит Завернутое В простыне тело И фотографирует Последний его снимок Живой Когда он смотрит Глаза Полные печали Вчера ты был Председатель Сейчас сидит В какой-то Исподней Рубашки Ну ладно Он бога знал Все таки Не внезапная Кончина Ясно Он понимал Что уже не выйдет Они за него потребовали Может 76 человек Освободить Ясно Что государство Не может идти На это Пусть один Погибнет Но чтобы Они впредь Этого не делали А то каждый раз Будут хватать И требовать И всех бандитов Мы должны освобождать Когда читаешь Как-то К себе Примеряешь Маленько Думаю А вот если бы Я там оказался Жуткое дело Над ним происходит Там Подпольный суд Тебе выносим Смертный приговор В обмен За тебя Ничего не дали И он понимает Прощается И началось С чего Утром Простился Пошел Все по-хорошему И вдруг Все и навсегда Ни кресла его Ни секретари его Не дождались У меня охрана Не то что один А ведь охрана Президента Премьер-министра Она Не так тренирована Как Миша И вдруг Все Кончено Причем Здесь тренированы Пуля Все равно Сильнее И вот Душа Предстает Пред Богом И дается Людям на том свете Видеть Что делается Здесь На земле Быть может И ему Дано Слышать Что мы Сейчас Рассуждаем Мне вспоминается Как в апокалипсисе Написано Когда души Святых Вопиют Откровение 6.10 Да коли Владыка Святой Истины Не судишь И не мстишь Живущим На земле За кровь Нашу Значит Они знают Что Не отомщено Что Суда Еще Тут Нет И им Отвечает Господь Чтобы Успокоились Александр Устинов В братьях Своих Ничего Святого Не увидел После смерти Миши Миша Игнатий Латкин Мало того Душа Самуила Мало того Душа Самуила Даже Могла Пророчествовать И сказала Саулу Что Завтра Будете Вы Со Мною Знал Что В будущем Будет И Быть Может Наши Родственники Тоже Знают Что Здесь Молитва Как-то Все Равно Какой-то Отголосок Дает Другой Раз Думаешь Молиться Нельзя Но Господи Прости Святые Так Молились Да Не Будет Моя Молитва В Грех Даже Так Молились Вот Считаешь Молитву Макария И Филарет Московский Об этом Говорит Даже Об этом Заботились Чего Просить Говорит Не Знаю Да Будет Воля Твоя Пауза Две Минуты Две Минуты Две Минуты Две 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 Минуты Две Две Минуты Две Минуты Две Минуты Две Не Будет Молитва Моя В Грех Иду Плачу Льются Слезы И Говорю Господи Глуп Он Глуп Прости Помилуй И Опять Нет Моя Молитва Моя Моя Пусть Благость Твоя Послужит Этому И Молитвы Всех Святых Вот Иду И Плачу Мишу Провожали Какая Торжественная Панихида Игнатий Латкин Окажется Не все Это еще Александр Рустинов Еще не все Это не все Меня мучает Вот сейчас То Что Моя Молитва Угодно Господу Я бы Молился Игнатий Латкин Но вот за них то За живых Вы точно знаете Что угодно Значит тут Надо бы Особенно усилить Теперь И его не забывать Александр Устинов Я вот так Когда они От меня Отлучаются Тогда за них Молюсь А когда они Со мной То молись Вместе Со мной Я молюсь И ты молись Со мной Не стой Так бездельно А то стоишь Бездельно А молитвы Совсем и нет Два часа Простоим А молитвы Хоть бы на чайную ложку Ее и нет Стою и чувствую Что одни Что они Сзади меня стоят И не молятся Повернусь к ним Вы не молитесь Чувствую Есть внутри Такое чувство Молитесь Молитесь Посмотрю На лицо А оно Рассеянное Его же видно Сразу скажу Ты не молишься Молись Не трать это время Дорогое попусту Хоть сейчас Возносись Умом Своим И сердцем Своим Господу Ничего они этого Не понимают Игнатий Лапкин Вот вы Дома Когда молились У вас все таки На этот момент Чувства Было Побольше Александр Рустинов О нем то Игнатий Лапкин Да В горячах то тут Наверное коснулись Тех И мы должны Бога благодарить Что все это служит нам Ко благу Трудно Благодарить А Иов как сказал Бог дал Мужайся отец Бог дал Бог взял Что можно сказать И вам друзья Это еще раз Наставление Господь дает Потому что Не всегда Так будет Чтобы вот так Мы могли сидеть Быть может Завтра всех До одного Заберут И в Израиль Сунут на всеобщую Всемирную мясорубку Может быть Александр Рустинов Она и есть Ну да Я тоже так думаю А Александр Рустинов Она и здесь будет Мясорубка С Китаем Я им об этом Сейчас то говорю Когда мы будем умирать А у нас шансы к смерти С двух сторон В смысле? И со стороны Китая И со стороны Израиля Игнатий Лапкин Ищу в Яндексе Смуты и внутри И вот Заметил я Что когда вот такие Опасности И горе Если бы Было тихо Как раньше Можно выходить Сидеть на лавочке Рядом Дети играли Мы бы ведь Еще хуже Бога Вспоминали Когда мы идем Дорогой То хотя иногда В темноте Крестимся А то бы и днем Не стали креститься У нас Убили одну Шабанову И неизвестно Сколько ран Нанесли ей А сын у нее Сотрудник милиции В школе милиции Учился Милицией Переполнили Все подъезды Страшно Сколько Но по сей день Никого нет Зато те Которые рядом Железнодорожники Все ходили Крестное знамение Творили И свободно О Боге Я начал говорить Один спрашивает Как ночью у вас? Говорю Надейся на Бога Да и так уж Иду крещусь Они знают Что я верующий Каждый Матушка Пресвятая Богородица Да все Перекрещу Смотри Сколько Пользы Через это Какой плач Какой Стол Это вызвало Отошло Заглохло И опять тишина Александр Устинов Помоги Помоги Господь Бог Все Перенести Извлечь Должный Урок Вот так и нас Господь Через это Посетил Потому что Все это Не чуждо нам Мы все люди Завтра может быть И о нас Также будут говорить Давайте тогда При жизни Друг о друге Вспоминать В молитвах Чтобы все было хорошо Когда утром Будете становиться На молитву Поминайте нас Грешных А мы вас Нам то Даже Письма Написать Вам не очень Хочется Думаю Пишу другой раз Отец с матерью Почитают А ребятишки Да не нуждаются Они этим Говорю Надежде Жене Ты наверное Зря Бумагу потратишь Вот мысли такие У меня грешного Надя старается Думает что Господь все равно Найдет Коснется Александр Устинов Господь то нас ищет таких Чтобы мы сами его искали Тогда он нас находит Мы его не ищем Но когда обращаемся Тогда и он к нам Игнатий Лапкин А малейшей Как это известие Коснулось Простите А малышей Как это известие Коснулось Александр Устинов Так я что то не заметил Игнатий Лапкин Ну нет Сердечно детское Его сильно это касается Петя Когда ты услышал что Ну нет Игнатий Лапкин Ну нет Сердечко детское Его сильно это касается Петя Когда ты услышал То как ты почувствовал себя Сильно жалко братку Ты вот понимаешь Почему он там оказался Он мог бы не там быть Если бы напали хулиганы в семье И он стал заступаться за вас Тогда совсем другое дело И товарищей этих не было бы Представляем мы Что в рай человека Протолкнуть хочется Все это верно Но вот сейчас узнали бы Что рай из одних Мишей Да из товарищей Его которые остались И мне бы сказали Живи с ними Вот это твое царство Не умирать Не стареть И на этом и остановишься Я бы сказал Не надо мне царства Такого господи Не надо Не хочу я быть с ними Я согласен где угодно В одиночной камере быть Но не с ними А мы в рай их таких толкаем Но если они без изменения Как говорит Златоуст Что за гробом нет покаяния И они такие там будут То не надо мне этого царства Я отказываюсь от него Зачем оно мне Когда даже рядом с соседом Не могу жить Он каждый день колотит жену Покой не дает Спать не дает И хлупит Кровь проливается Выйдешь У нас в коридоре кровь Бился Бился Пошел Задавился Дети вот Такие же теперь В нашем подъезде Только три мертвеца Три хозяина Двое задавились Одного пьяного Задавили трактором Это я только свой подъезд беру Три квартиры И другого то ничего нет А остальное Все уже в заключениях Отсидели каждый день Драки И причина дня И причина одна Люди Оставили господа Иеремия 17-13 Все оставляющие Тебя Посрамятся А отступающие От меня Будут Написаны На прахе Потому что Оставили господа Источник Воды живой Александр Устинов Лишили себя Божьей благодати Игнатий Лапкин А живые помощи Говорят так Сколь Вокруг тебя Будет одесную Справу Александр Устинов Тысячи Игнатий Лапкин И тьма Десять тысяч Александр Устинов Десять тысяч Одесную тебя Игнатий Лапкин А Господь говорит Матфея 26-53 Или думаешь Что я не могу Теперь умолить Отца моего И он Представит мне Более нежели Двенадцать Легионов ангелов Неужели Господи Ни одного ангела Не мог ты Послать сюда Не нам вопросы задавать Нам нужно только Смириться Теперь И не возроптать Вернуть Мишу Мы не вернем А поразмыслить Можем Чтобы Отец Правильный для себя Вывод сделал Мать Братья Все Сестры Но если этим путем Будем идти Сколько будет еще Печали здесь Для всех А как бы не случилось Так что Господь скажет На суде Я допустил сие И я Силен решить Его судьбу В дальнейшем Но для вас Чтобы Было Это Чтобы вы Научились А вы это Не взяли Для себя Как тогда Это будет Александр Устинов Иеремия 6 12 А вы поступаете Еще хуже Отцов ваших И живете Каждый По упорству Злого сердца Своего Чтобы не слушать Меня Значит Выходит Скорби Которые выражаются В виде болезней Вот Такого вида Скорбь Это все От Господа Посылаемого Для обращения Чтобы мы Обратились Это сигнал Нам Смотрите И в Евангелие Смотрим А Коли Не Покаетесь Все Также Погибнете Специально Я тут Евангелие Я положил Они На полке Лежать А вот Если Есть Хоть минута Сел за стол Открой Стих 1 Прочитай Главу Прочитай Но Со стиха Конечно Ты еще Не сосредоточишься Главу Одну Прочитай Любого Евангелиста И чуть-чуть Поразмысли Закрой И Ходи тогда С этой мыслью А ведь Никто из вас Так и Не изменился Игнатий Лапкин А я встречал В семье Такое Дети вот такие Маленькие Подходит Открывает И другим кричит По именам называет Идите Я 11 главу Буду читать Посмотрите Как Господь Говорит И рассуждают Дети А родителей Совсем Нет Мне пришлось Стоять В дверях И видеть такое Боже мой Думаешь Дает Господь Такое счастье У вас же Если не заставлять Молиться То подумаешь Что если отца не будет То считай Последний раз за стол Молились Редко-редко Какой в страхе Божиим живет Может быть Когда уж Нагрянут разбойники Кто-то и перекрестится Он надолго запечатлеется Хотя бы в мыслях Теперь повторяйте Господи Помоги нам Быть более ревностными И оказаться на небесах Тот человек Свое отмещение Получил Ну а нам то Что от этого Хоть их Всех десятерых Расстреляй Какая нам польза Наша душа Наша душа Он себя считал Непобедимым И он способен Дать отпор Даже Нескольким Нападающим На него У него Такие приемы Я говорю Чем ты увлечен Ты увлечен Прямо таки Смертоносным Понятием Уж не сильным Ли был Голиаф И был сокрушен 17-летним Мальчишкой Который Потом как Голиаф Лежит Есть рисунок Что он ему Отсекает мечом В голову Так он Ему по грудь Голиаф Лежит А Давид Стоит Так он ему По грудь Был лежащий Понимаете Какой Исполин был И вот этот Исполин Свалился Сразу Мальчишка Его свалил Так не хвались ты Ничем Ни силой Ни ловкостью Ни умением Промыслом Хвались себе Игнатий Лапкин Если бы Подобное Не случилось То среди товарищей Он был бы еще Больший вес имел Они бы еще Больше за ним Гонялись Там драка Давайте его Опять туда Ты знаешь Приемы разные Как ты знаешь Приемы разные Как он знает А гордость Еще больше Распирала А тренироваться Все время надо Где то искать И искусственно Надо создавать Такую обстановку Вот сейчас Читаешь Про Израиль Израилю Эта обстановка Нужна Где сроду Его не трогают А он С межарабскими силами Силами ООН И со всеми Хватается Пришло Время Буквально С места Ни одного Нет Куда бы Они не сунулись Читаешь Про Никарагуа Израильские Бомбы Шаха Спихивают Израиль Пришло время Сатанинские силы Должны показаться По всему миру Сколько Об этом сейчас пишут Допустим Десять миллионов Масонов И Сто пятьдесят Миллионов Болванов В Америке И что начато И что Кончается Это только Идет репетиция Для того чтобы Весь золотой запас Выкачать В Израиль Швейцарские Банки И вся эта гонка Взаимные угрозы И то что идет Китай Одни и те же ниточки Дергают Теперь пишут что Гамаль Абдель Насен Умер А ему Тирания Мази Делал евреи С примесью яда Все делал И он же натирал Теперешнего Анвара Садата Но ему Он говорит Не примешивал Они на него Имели замысел Прямо пишут В газете За рубежом Официально Лучший советник У Мао Цзэдуна Кто был Слышали Из евреев А люди то На полном серьезе Думают Они дерутся Надо кричать Лозунки А они выйдут В куларах Целуются И обнимаются Натравили И теперь Холопы дерутся Сатана говорит Люди думают Что если крест Нацепил Значит к Богу Приблизился А я не боюсь Этого Я боюсь Когда люди между собой Мирно живут Евангелие Таана 13.35 Но потому Узнают все Что вы мои ученики Если будете иметь Любовь между собой Этот крест Как раз И напоминает мне О любви А я то думал Что им Прикрылся И могу идти На любой Разбой с крестом А сейчас Все носят кресты Видели? Александр Устинов У них это Знаешь Символ чего Ношение креста Это же Взялось Из мира блатных Как А я думаю Это все Сделал дьявол Ради насмешки Горло Чем режется? Бритвой И мы показываем Что вы Самоубийцы И убийцы Так вот Носите Эту эмблему На себе Алексей Устинов Александр Устинов Я на многих видел И девушки Носят Игнатий Лапкин Куда дурнее Раньше осмеяли бы А сейчас Носят Александр Устинов Как-нибудь надо Одному из них Задать вопрос Мол что это значит? Игнатий Лапкин Не отвечают они Сколько я не спрашивал Да все так говорят Модно Я говорю Сатана посмеялся А ты говоришь Модно Ты даже не понимаешь Кто тебе моду эту дал Александр Устинов Они не знают Откуда эта мода берется У меня за последнее время Игнаша Стало страшное Нежелание одеваться Хотя бы чисто Вот как есть Так и есть Чтоб меня за одежду Не похвалил Нигде и ни в чем Вот как есть Так есть То и меня пихает Одень костюм Зачем? Ну вот Чтобы у меня Костюм был изнутри Это очень важно А это совсем не важно Совсем не люблю Я вот эти вот Да ужасно Сдыхает Игнати Лапкин Ну вот Володе скажите Несколько слов о том Что есть Как ему Это все воспринять Потому что он Слышит Лично ваш голос Александр Устинов Володя Ты пошлешь ему пленку Игнати Лапкин Да Это Самое лучшее будет Для него Александр Устинов Ну Как и остальным членам Моей семьи Я Я ему могу только одно Советовать Пусть он Вот этот Вопиющий случай Возьмет себе за урок Не забывая до Господа Ни на каком Шаге Своей жизни И пусть И пусть Этот случай Он Примет С такой же скорбью Как я И скорбит Не о теле Мишина А о душе Вот Все что я могу Ему посоветовать Игнати Лапкин Несколько слов Еще для Володи К брату Федя Как у тебя сейчас На сердце Расположение От Господа И ему передает Александр Устинов Как ты почувствовал Мишину кончину Ты вот Вырази что Мол Володя Я узнав О таком случае Вот Так Чувствовал себя Как чувствую теперь Какие у меня Чаяния И точка зрения Изменилась Не изменилась Вот это скажи Ему Очень будет Приятно Федя Устинов Конечно Мне жалко Мишу Но он Без покаяния Погиб Александр Устинов Простите Федя Устинов Конечно же Мне жалко Мишу Что он Без покаяния Погиб Александр Устинов Это главное О чем мы должны Жалеть Игнатий Латкин Как ты услышал Потому что Дальше Время Уйдет Все Заботится Сейчас Когда Работаешь Как тебе все это вспоминается Время Когда вы были вместе Может быть Не так Надо было Его проводить И что Подводило К этому Как ты думаешь С чего оно начиналось Если бы теперь Назад вернуться Дана была Такая возможность А для нас Рассуждая о нем Мы для себя Как бы стараемся Нечто лучшее Избрать Федя Конечно Если бы Конечно Если Была бы такая Возможность Сейчас у нас был бы Другой образ жизни Александр Устинов Сам для себя Какой нибудь Вывод сделал Ошибки Мишины Как исправить Игнатий Латкин Ты товарищи Его видел Когда они Приходили сюда Ребенок Видел Игнатий Латкин Вот даже Только Видеть этих товарищей И ничего Больше не надо Говорить И это уже Ужасно Что они называются Твоими Товарищами Эти товарищи В первый день Выпили И забыли его Они опять Ищут где выпить Александр Устинов Жизнь Протекала Среди друзей Своих И вот эти Друзья его И свели к такому Роковому ужасу Смерть его Постигла Не случайно А только Через его Гордость Вот я хотел Чтобы не только Вова И вся бы наша Семья И всякие Видящие это Извлек себе Из беды Урок Побольше бы Думать нужно О душе своей Но не о теле Все то что в теле И на теле Все Есть Тлен Как говорит Сковорода А все Что внутри Вот Это есть Человек Этот внутренний Человек Миши Был Как бы заглушен А теперь Мы бессильно Жалеем Но повернуть Не можем Думаем что Господь Нашей семье Дал эту скорбь Для того Чтобы мы Остальные Маленько Быстряхнулись Опомнились Повернулись Сняли бы Вот эту пелену С глаз Которая Затмила наши глаза Эти Эээээс опомнились, повернулись, сняли бы вот эту пелену с глаз, которая затмила наши глаза, эти мирские сласти. От мирских сластей приходит на душу и гибель. Вот это очень важно. Игнатий Лапкин. И то, что сейчас говорите, что на сердце это как предчувствие чего-то. Александр Устинов, так вот у мамы было предчувствие перед его гибелью, что что-то у нас случится, а у меня стало предчувствие после того, как похоронили. И еще что-то такое жду, неприятное что-то, а не могу сказать. Вот такое дело. Игнатий Лапкин. Помоги вам, Господи, и Володе, Александр Устинов. Ну, спаси Христос, конечно, за пожелания, посещения, за сочувствие. Дай нам, Господи, крепости. И вы тоже молитесь о нас, чтобы Господь помог нам перенести все это. Если мы здесь роднились только плотью, то и то, как жалеем друг друга. А если души будут единомысленные, если души будут единые, то как будут жалеть о погибели единой души, все остальные души праведных. И ангелы жалеют, и мы будем жалеть. Но как бы все это хорошо сердцем понять? Все это правильно понять в соответствии с этим иметь это как светоди жизни. Игнатий Лапкин. Скажи немножко для Володи, что у тебя есть. Меня интересует особенно, что увидели в этом случае. Если бы время настраивали на ту мысль, чтобы повернуть время назад, как будто ты сегодня встретился за три дня до этого момента. Как бы ты стал разговаривать с Мишей? Сережа Устинов. Если бы он знал это, конечно, он не пошел бы на то, а сказал бы, предупредил. Вообще, чтобы ну хоть в церковь поехал, образумился. Игнатий Лапкин. Сейчас Миши нет, а Сережа есть. Сережа образумился. Все-таки более близка нам временность этой жизни. Она нам показана. Был он теплый, движущийся, а вот восковой, холодный, неподвижный. И мы сами, своими руками, дорогое для нас должны отдать земле. Какая скорбь. Люди посторонние побыли на похоронах, ушли и все. Но он-то с нами. Еще голос его звучит. Что тебе больше всего вспоминается о Мише? Сережа. Больше всего в последнее время думал, вспоминается Игнатий Лапкин. Может, какие слова он говорил? Александр Устинов. А я вот что, Игнаша, думаю. Миша вел такой образ жизни, что он после себя духовного воспоминания положительного не оставил. Увы, но это так. И вот сейчас они почему и не могут ничего сказать, потому что ничего там и не было духовного. Пустой образ жизни проходил. И беда в том, что не слушал никого. Наставления-то вот эти. Хоть ты приезжал, хоть другие приходили. Андрей Федотович. Сколько раз делали наставлений о правильном образе жизни. И как-то все это прошло стороной. Вот поэтому сейчас они как бы в тупике. Они видели в нем пустую жизнь, но выразить не могут. А она на самом деле была пустая жизнь. Ничего она ему не сулила. И плод этой жизни его мы получаем. Роковую смерть. Игнатий Лапкин. У меня есть брат, который в петле был. И я сказал, собаке подобная будет и смерть. И в пьяном виде умрет отец. Меня не зовите. Я не поеду даже, потому что я говорил. А они не желали слышать. Что же я поеду позориться? Закопайте их. Если помочь вам, оставшимся, нужно, тогда я приеду. А на похороны даже и не зовите. Вот и все. Как хотите меня, судите. Но я нигде не вижу того, чтобы святые ходили на поминкам тех, которые отвергали Бога и которые хулили его делами своими день и ночь, которые в пьяном виде умирали. Но чтобы с нами подобного не было, я должен позаботиться. Для себя даже из дурных его товарищей сегодня никто бы не пожалел такой кончины. Дела-то подталкивают к такому концу, и иным он быть не может. Может только еще худшим быть. Даже спросил, крест на нем хотя бы был, нет. Хотя это может ни о чем и не говорит. И этого припомнить никто не может. А кто его знает? Сережа. Федька говорит, видел он его в лес, когда первый раз ездили о нем. Утром на нем говорил, был крест. И вот мальчишки, что с ним были, тоже говорят, вначале на нем был крест. Игнатий Лапкин. Так он о нем не помнил сам-то, Александр Устинов. Он о нем не помнил. Он совсем забыл, что на нем крест. И он с печатью Господа нашего Иисуса Христа шел делать преступления. В заповедях Божьих Господь говорит, в правую щеку ударят, подставляй левую. Признак смирения. А вот этого смирения там как раз и не было. Не было там нисколько смирения. Вот в силу этого, когда в нас нет смирения, когда мы горды, когда мы надменны, когда мы нерадивы, А всем святом тогда Господь нас посещает внезапной смертью. Избави нас, Господи, всех остальных. Игнатий Лапкин. Спаси вас, Христос. Перенесите все и сделаем правильные выводы. Александр Устинов. Помоги нам, Господи. Игнатий Лапкин. А мой вам наказ. Если бы я имел это право сказать, заключите крепкий завет за Господом и друг с другом. Друг от други, чтобы молиться. Помнили Володю, и он вас всегда в молитвах вспоминал. И долго ли там? Вот забежал давеча, открыл прочитать несколько мест Писания. А ну-ка идите, братья, сюда. Посмотрите, как Господь научает нас. В конце концов, мы все равно предстанем пред судьею. Раз все равно я смертен, то надо себя к этому и подготавливать с самого рождения. Это, кажется, такая простая теорема, что смертны мы все. Только один умрет, с крыши упадет, а на другого крыша упадет. Вот и вся разница. Долгова Анна. В понедельник к нам приезжал Сережа. Здесь как раз Аня была. Ну, конечно, для нас это было большим ударом. Геннадий Лапкин. Аня была здесь, она до этого тоже не знала. И как она среагировала? Долгова Анна. Она тоже не знала. Сразу слезы. А я-то была на работе. С работы пришла, и Надюшка мне боится говорить. А потом, мама, у нас ведь горе такое большое. Ну, и сказала про Мишу. Я говорю, вот если бы пошел в субботу в церковь, значит, ничего бы с ним и не было бы. Александр Иванович узнал только в воскресенье. В понедельник мы узнали, сказали, что во вторник в три часа хоронить. Ну, мы поехали во вторник. Вот так и узнали. Игнатий Лапкин. А ты когда узнал? Вова Долгов. Я пришел из института, на подготовительные курсы ходил. Мне мама сказала. Я сперва, сначала даже не поверил, что Миши уже нет. Себе даже представить не мог, что Игнатий Лапкин. Если судить по Мише, можно, наверное, судить и о тебе, если можно назвать другом. Вова Долгов. Ну как? Когда они приезжали сюда, мы все время были вместе, Игнатий Лапкин. Ты как думаешь, его духовное состояние намного было хуже или лучше твоего? Или вы одинаковые, одним миром мазаны? Ты сам-то как судишь? Вчера я слушал передачу, что обязательно нужно иметь такого друга, который знает больше тебя, опытнее в жизни, подскажет, не бросит. Раз, друг, всеми этими качествами он должен обладать. В чем-то ты видел его превосходство над собою? Стремления его какие? О чем он, кроме выпивки и девочек, еще разговаривал с тобой? Вова Долгов. Ну, вообще, когда к нам приезжал по субботам, по весне, мы передачу послушаем, так это его как-то интересовало все. Он говорил, надо магнитофон купить, переписывать все эти записи. Нравилось ему слушать это. Вникал. Игнатий Лапкин. А после того, как уходил, ты знал, что все это из него тут же вывалилось, ничего не оставалось, что он жил полностью мирской жизнью? Александр Устинов. Ну, вообще-то да, я у них уже давно не бывал, вот приехал. Он все так. Игнатий Лапкин. Ты говорил, я даже не поверил как-то. Действительно, трудно поверить, и я не поверил. Но ведь ту жизнь, в которой он жил, я совсем не знал. Но как узнали, какой он жизнью жил, так другого совсем нельзя было ждать. То есть нужно удивляться, почему этого раньше не случилось. А ты, если все знал, почему ты вовремя не плакал и не кричал перед ним, что это гибель, это смерть? Ты ведь ему это ни разу не сказал. Володя Долгов. Да нет вообще-то. А, Д. Не знаю, кто это. В понедельник нам сообщили... Анна Долгова. Анна Долгова. В понедельник нам сообщили... Он в понедельник нам сообщил, Игнатий Лапкин. Ну и что он говорил, Долгова Анна? Он говорил, что Миша плохо себя ведет. По три ночи домой не ходит. С матерью огрызается. На ребятишек. Про ребятишек уже Ольга рассказывала. Маленький, и там Петюнчик с Ветюнчиком у него как рабы все равно. Сам ничего не делает, а только их туда-сюда гоняет. Ему то сделает, ему другое сделает. Ну, погоревали, конечно. Но, это он в субботу сказал. В воскресенье, в понедельник уже узнали. Игнатий Лапкин. Если ты малину здесь посадила, то малина растет. А полынь бы посела, могла бы ты с ведром пойти за малиной? Долгова Анна. Конечно, нет. Игнатий Лапкин. Так, а чего же мы еще-то ждем? Бог, Господь, нам показывает, что есть возмездие за грех, смерть. Это для каждого из нас вывод прямо сегодня надо сделать. Вова, я специально хотел видеть тебя, поговорить, узнать твое отношение к нему. Ты ведь нисколько не дальше, если ты только еще все время дома ночуешь. Это ни о чем не говорит. Бог смотрит не на то, где мы ночуем. Апостол Павел дома совсем не ночевал и был апостолом. Иаков спал в поле и камень подложил под голову, увидел лестницу на небо. Мы можем спать не дома на подушке. И мерещится только то, когда бы выскользнуть из дома и подольше не прийти, грешных товарищей и бутылочки найти. Ведь это Бог говорит прямо, если не покаетесь, все так же погибнете. Читал, это Иисус Христос сказал так. Так вот, это предупреждение. Это и есть громкий пронзительный звон всем нам. Долгование. Правильно, Игнатий Латкин. Значит, мы ничем не лучше Миши. Нисколько. Я на себя посмотрел и вижу, что нисколько не лучше, пока не услышал о Христе. Про теперешнее. Бог судья. Не знаю, трудно теперь судить. Но тогда так же огорчал мать и уржал из дома. Бог миловал. Здесь Господь остановил безумие для научения других. Твой с тобой еще сидит рядом. А меч занесен точно так же. Первый раз тебя змея ужарила в позвоночник. Крепко ужарила. Володя Долгов. Ну, вообще-то так, Игнатий Латкин. Вообще-то так и есть. Чувствуется маленько. Долгова Аня. Знаешь, когда так вот случилось с Мишей, я и говорю, это уже непоправимо. У меня с сыном случилось, когда это поправимо. И даже еще бы хуже, если бы не умер. И это поправимо. Что может обратиться человек? А уже здесь ничего не сделаешь. Игнатий Латкин. Все. Мы можем себя только утешать, что помолиться. Раб твой. А рабом Господнем он не был ни одного дня. Ни одного. Никогда. Господи, прости нас за эту ложь. Может быть, можно помиловать. Надежды никакой. Но я все-таки помолюсь. Отчего? От скорбящего сердца. Жутко и страшно подумать, что он навеки уже в огне горит. Долгова Аня. Ой, ужас прям. Игнатий Латкин. Бесконечно. Навсегда. Дверь закрылась. Все. С телом тут возитесь. Исследуйте. Решайте. С какой стороны нож вошел. Разницы никакой нет. Самое главное. Душа вышла из тела. Сегодня он. А завтра я с чем предстану? А ты когда услышала? Девочка. Пришел брат Сережа. Сказал. И они дома были. Игнатий Латкин. Коснулась тебя это? Не ожидала? Чему научились? Скажи. Девочка. Коснулась. Не ожидала. Чтобы не жить по-мирскому. Игнатий Латкин. В твоей жизни все не по-мирскому идет. Или есть по-мирскому. Или есть по-мирскому. Девочка. Есть. Игнатий Латкин. А ты знаешь, что написано у постла Павла? Римлянам 8.7. Плотские помышления. Суть. Вражда против Бога. Одеться по-мирски. Платье укоротить. Все твои мысли. Это гордость житейская. Миша погиб только от гордости. Гордость проявляется в разных видах. Иногда сильно закамуфлирована. Не сразу узнаешь. Одеть-то. Одеть что-то надо покрасивее. Как бы обо мне товарки плохо не подумали. Чтобы не узнали, что какая-то ты там баптистка или сектантка. Или кто там. И вот Господь говорит. Марка 8.38. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Представим себе судный день, Господень. Ангелы, суд. И Господь постыдится, так же точно отвернется от нас. Что мы тогда скажем? Вслед за этим Александр Иванович говорит, что он ожидает другой беды. Его предчувствие говорит, что эта беда не кончилась еще. Это даром никак не может пройти, если мы не изменимся. Если останемся те же самые. Как это не пройдет? Это даже можешь и не спереспрашивать. Достаточно Евангелие начать читать. Змей начал жалеть совсем близко. Помнишь, как у Златоуста? В руку, в ногу, наконец к сердцу ближе. А мы все. Змей-то нам золотники дает хорошие. С сегодняшнего дня хотя бы надо собраться. Еще раз все перетрясти и пересмотреть. Открыть уста и из обеих колодцев начинать вычерпывать воду. Умеем мы это делать? Открыть глаза, говорит, слезный дар принесу пред Богом. А ведь наша молитва, иной раз сухая трескотня, как сорока прострекотала и все, быстро умеем молиться много. А когда до дела доходит, то пустота одна. Долгова Аня. Правильно. Игнатий Лапкин. Все эти твои друзья, товарищи, а их у Миши было очень много, отец рассказывает. Всю улицу запрудили. Ты видела, Долгова Аня? Ой, что ты. Да там было столько. Я еще не видел такого скопления. Столько было ребят, наверное, из всего эскитима и девчат. Так хоронили, столько долго несли его на руках. Все менялись, менялись. Просто сами пожелали, что друга будем до самого. По всей советской хотели нести. А Александр Иванович не разрешил. Нет, нельзя, а то и с ГАИ нам запретят. Игнатий Лапкин. Мысль-то та, что это последняя честь, которую человек заслужил здесь. Что-то доброе находилось. Вот это доброе Бог отдает жизни. У Бога ведь так. Если человек правильно жил и где-то согрешил, Бог и дает кончину такую. И как попало, хоронят, чтобы там уже плохого ничего ему не досталось. А это здесь все дает. Бери все добрые остатки твои. Это же все гордость наша. Какие товарищи? Это демонические силы собрались со всего города. С ними встретиться, где можно? Люди, не знающие Бога. Если бы сейчас земля внезапно разверзлась, где бы эти люди оказались? Пропасть ада. Это сам ад восстал, и они пришли. По-человечески да. Они похоронили. Они подумали сделать добро. Но кто из них сказал? Прости, Господи, мою душу грешную. Господи, я повинен. Я толкал его к этому месту. Если бы у гроба было покаяние, люди раскаялись, припомнили, как он говорил им о Христе, кому-то он дал Библию, ах, сколько бы было радости на небесах об одном грешнике кающемся. А здесь? Ну, подождите, мы отомстим, товарищи. Он же заступался за них, а сами пришли все нетрезвые. Бог дал нам многое услышать. Конечно, и спрос будет такой. Вчера иначе было бы, а сегодня совсем по-другому. Помолились. Долгова Анна. Ну, панихида, помолиться, Игнать Беларкин. Но это неплохо, конечно. Только говорить о том, что это умер христианин, никто не может. Андрей Феодотович Долгов. Мы должны были сделать вывод все-таки, кого хоронят. Или праведника, который был послушный отцу, и мы бы смело могли сказать, твой есть спасимя, или, как стояли Вова, вместе ведь молились. Александр Иванович говорит, послужившего всем сердцем, и чуть не со слезами сказал, увы, не так. Молиться, кажется, охота о такой душе. Мы с Александром Ивановичем много беседовали, отдельно беседовали. Но что ж на соблазн говорить? Здесь говорить о праведнике только с радостью. В скорбях прошел путь, но соединился с Богом. Или, кажется, вот хочется, чтобы теперь он, чтобы теперь бы он, как к Богу был. Александр Иванович, отец, молодец. Он это откровенно говорит. Непослушный был, деньги не давал, пропивал, друзей имел худых. Вместо воскресной службы пошел куда-то с товарищами. Стопы пошли в другое место. Я, конечно, свое слово сказал Александре Ивановичу. Хорошо, если бы ты мужественно поступил и не молился о нем. Я так сказал. Когда он был убит, я просто поинтересовался, а как же поступит сейчас Александр Иванович, когда мы от других очень часто рассуждаем с ним же. Зачем же батюшка берется таких отпевать? Но только я там сказал, батюшка берется отпевать, потому что он писания не знает к женщине. И точно так был отпет твоей мамы, сын Матфея. И в то время я описания не знал. Я бы сам сказал, отче, не надо отпевать, не надо плакать всем, может быть, надо бы говорить и другим, что эта душа погибла на веки вечные. Вот что надо делать, а не веселиться, не отпевать, радоваться. Можно отпевать того, кто идет к Богу, а не в ад. И я когда-то спросил по неграмотности. Он говорит, отпою и отпели, богохульника и распутника отпели. И так же Александр Иванович сказал, что знаете по службе, молитесь о нем. Так знать много, Александр Иванович, знаем, всю службу знаем, всю службу значит, пока смолодушествовал, а при ней, при тебе сказал остальным, с вами, если так же в нашей жизни будет, ни об одном молиться не буду, если он слово свое сдержит, конечно, молодец будет. Но нужно было на первом показать, на Мише, чтобы было гораздо назидательнее. Но он немножко смолодушествовал. Или много ли смолодушествовал? Я думаю, много. И очень уж, очень жаль. Александр Устинов. Ну вот я понял, я, конечно, во многом виноват, может быть, неправильно мы их родили, может быть, неправильно и воспитали, и много неправильностей. Но вот дело еще в чем. Тогда, когда мы с тобой ни в одну сторону вот эту колесницу-то тянем, когда мы ни одно и то же с них требуем, так, когда мы ни в одно и то же время над ними строжимся, и ни в одно и то же время их ласкаем. Их ведь и ласкать нужно. Ведь мы с тобой, мать и отец, мы должны с тобой в одной упряжке и строго в одном направлении вести. Но не могу ж я приспосабливаться? Жена Тоня. Я не знаю, но почему ты так говоришь? А когда я против, что ли шла, я всегда его это... Почему ты так говоришь на меня? Александр Устинов. Вот когда он меня здесь бил по рукам, Тоня. Он вообще отталкивался, и я его оттягивал, чтобы не было это драки. Александр Устинов. Ты мне тут очень много высказывала того, что я не люблю их. Я только бы вот все порол, и такой я жестокий, грубый. Но здесь уже дошло до того, что уже нужно было пороть, потому что перед этим меня вызвал директор, и он мне объявил. Берегись сына своего. Сын твой объявил. Дайте мне место в общежитии, иначе я отца пришибу. Жена. Я аж тогда этого... Я аж тогда его не защищала. Наоборот, его ругала. Ты что? Куда на отца? Я в это время не защищала. Ты разве не помнишь? Это же неправда. Зачем так говорить? Александр Устинов. Вот это как раз правда. А вот твоя неправда. Тоня. Да нет, Саша, ну зачем? Ну тогда я наоборот. Я говорю, куда ты его? Я его оттягивала, разнимала. Что это такое? Драка будет? Куда ты на отца руки поднимаешь? Ты что? В другое время я защищала, но в это время я не защищала. Александр Устинов. Тогда ты говори, а я послушаю. Говори. Тоня. Я ничего не имею, но только что? Что я? Александр Устинов. Мы думаем, что так и дальше продолжать. Но Бог не позволит. Не позволит. Уж коли есть написано в Писании, жена долбоится мужа, жены, почитайте своих мужей, как церковь Христа. Ты представляешь себе, как церковь Христа почитает в абсолютном повиновении? На этом запись двух дорожек резко обрывается. Такого же объема впервые две дорожки на этой катушке не берем, ибо там размышления и статьи о смерти, оформленные музыкально, стихами, с риверсом, на фоне многократного повторения слов Бытие 2.17 С смертью умрешь. В христианстве нет большего зла, чем молчания. О победе Иисуса над общим врагом Сникли иноки. Враг им мозги измочалил. Трудно было понять. К мусульманству придем. Из слов благовестия Слово составлено И реже в угрозах Посланий сквозит. Сначала чуть-чуть На Адама лишь каплями И в каждом послании Божий визит. Язык Небольшой член сравнений с телом. Он может подталкивать пищу Не только на зубы. Между двух жерновов попадал, Все же целый. Он мягкостью лижет, Но чаще секирою рубит. Язык без костей Упрекаем, заслышав неправду. И это, увы, Справедливо, Дольно, отчасти. На нем испоткнулся Неприбранный прадед. Ворота свои распахнул Для несчастья. Не молча И с ангелами встречи случались. Звучала понятная речь Без акцента. О радости редко, А больше о горькой печали. Через столетия Каждое слово оценим. Из уст Иисуса На Патмосе Виден был меч. И он означает угрозу От слова до словно. Монахом-молчальником Снимет он голову с плеч. Из уст его пламя На черную в кельях солому. Молчать ли, Когда патриарх Словно спятил Солому говору устроил Святым олигархам. Им нет ни постов, Ни среды и ни пятниц. Давида на них Запланировать кровью, Чтоб харкать. Язык престарелых И даже младенцев грудных. А пищи ли только Текущий конючит? Уста у святых Самый лучший На свете родник. Он в уши втекает И к сердцу Закрытому ключи. Нет большей потери О правде Христа Умолчать. Кричите и пойте О славной победе Иисуса Плененным упрямством Греховным на губы печать Шакалы и змеи засели В засохшие русла. 12 апреля 2007 год Игнатий Лапкин Слава тебе Боже наш, Слава тебе. Слава Богу. С Богом. Спаси Христос, С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Спаси Христос, С Богом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...